я рад вас всех видеть сегодня вроде бы все должны работать но как-то так получилось что кто-то пришел на лекцию спасибо вам значит лекция у нас необычная я немножко волнуюсь потому что будет решаться вашей жизни судьбы и как бы будем значит двигаться как-то в этом направлении у меня два сына я не буду называть имена оба уже попробовали наркотики мы могу ли я им помочь избавиться от этой зависимости и что надо делать я то есть мне там даты рождения все прочее в этом нет смысла даты не нужны здесь потому что эти вопросы решаются чисто с помощью понимания внутреннего надо понять что наркомания это болезнь общества и болезнь семьи все семейная жизнь предназначена для того чтобы дать людям духовное образование духовное знание сожалению в обществе сейчас этого не понимают совсем дело в том что если люди не подпитываются от бога то в наше время с самим людям карму пересилить свою невозможно ну вот посмотрите допустим возьмем жизни сейчас латвии видите большинство людей страдают из-за того что нет возможности нормально работать или нет возможности нормально даже жить нормальных условиях кто-то не может семейный вопрос свой решить как вы думаете могут люди своими силами взять и стать счастливыми может быть вы думаете что могут но на самом деле веды однозначно отвечают что в нашу эпоху наш век который мы живем это невозможно человек не может своими силами избавить себя от страданий поэтому существует очень простой метод надо поставить алтарик дома и начать молиться богу для того чтобы детям понимаете карма детей и родители она одна то есть идите родители они питаются от одной силы внутренней и если родители начинают подпитку получать ну как бы духовную силу в себя впитывать то детям тоже легче становится жить понимаете наркомания это это проблема отсутствие счастья нехватки счастья почему люди употребляют наркотики есть только одна причина им не хватает счастья и это реально ими людям реально не хватает счастья допустим взять если с болезни допустим алкоголизм в россии эта болезнь просто потому возникает что мужчине не хватает счастья женщина берет энергию счастья от 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 отношений женщина соткана из энергии любви поэтому она энергию счастья берется из отношений она строит отношения с близкими людьми с детьми ну то есть поэтому она как-то может более-менее психически поддерживать себя нормальном состоянии но мужчины у него очень затруднен вопрос вот этого обмена фактически он и женится для того чтобы ему эту энергию любви давали ну то есть он надеется что жена его будет любить это значит что ему легче будет жить потому что мужчина психика очень сильно напряжена из-за работы из-за вот этого ну социального давления потому что энергия социального давления она на мужчине отражается женщина она защищена семьей ну то есть ей все равно что там в обществе происходит главное чтобы у ней личная как бы лишь лично жизни было все нормально когда у нее более-менее нормально она защищена она чувствует себя хорошо но мужчина он не может быть защищен просто личной жизнью она его просто расслабляет снимает с него напряжение а ему нужна общественная деятельность активная чтобы быть полноценным человеком но проблема заключается в том что это общественная деятельность она сильно напрягает психику и так как люди потеряли возможность нормальным образом расслаблять ее с помощью духовной практики в обществе сейчас этого нет люди раньше предыдущие в прошлые времена собирались на духовные беседы даже мы можем взять вот посмотреть допустим фильмы революционные послереволюционные эта традиция собираться на духовные беседы было люди собирались и обсуждали как жить там они собираются в этих беседах и психика они пели вместе там обсуждали как же этих психика успокаивалась они испытывали счастье в таких отношениях раньше это было нормально что что все люди ходили в храм. Для всех людей это было место встречи. Место встречи изменить нельзя. То есть люди все приходили в храм, храм строился в центре деревни, и там вся жизнь протекала возле храма. В храме женились, при храме принимали роды детей. То есть люди встречались, там обсуждали все вопросы, у них какие-то были наставники, и так они облегчали свою жизнь с помощью духовной энергии, которую через храм получали. И даже вот этот купол, это означает тоже связь. То есть это так устроено все специально, что легко очень духовную энергию получать через эти все даже геометрические структуры. Ну то есть это все предназначалось для духовной жизни. Сейчас у нас нет духовной жизни. Храм заменил телевизор. То есть мы пытаемся отдушину получить с помощью искусственного вот этого общения. В этом общении нет обмена. Мы просто смотрим и глотаем, и все. И что мы глотаем, то, что нам дадут. А дают чаще всего не то, что нужно, не то, что душу облегчает, а наоборот то, что напрягает. То есть какие-то новости всякие плохие, сплетни, ну всякий вот этот ужас какой-то, или секс там, разврат, ну все, что оскверняет психику чистую человека, а все это мы получаем в телевизоре. Ну фактически еще дополнительное осквернение. Никакой чистоты в жизни нет. Негде снять напряжение, негде очиститься. Мы потеряли эту культуру. И в этом вся проблема. Почему дети наркоманы? Потому что не хватает в доме, в квартире энергии, чистоты. Все. Не хватает в обществе раз, это вы не исправите, это невозможно исправить. Не хватает в доме два. Надо взять и начать молиться, создать атмосферу счастья в доме. Вот я, допустим, сегодня два часа молился. Вы на лекции приходите, счастье больше становится или нет? Ну потому что я молился и все, только по этой причине. Не потому что там мне по гороскопу больше счастья положено. Нет. Я такой же несчастный. Я сегодня утром встал, думаю, как же я ругался вчера на лекции, мне так было плохо. Начал молиться, полегче стало. Такой же несчастный, как вы. Все то же самое. Разницы нет никакой. Я просто помолился, подумал о духовном учителе, и счастье, огромная сила счастья пришла в сердце. Я начал думать о тех людях, которые ходят на лекции с утра, пытался мысленно, чтобы у них счастливая жизнь была. Все это счастливая жизнь. Когда ты думаешь о Боге, пытаешься всем помочь, так протекает счастливая жизнь. Атмосфера вокруг тоже становится счастливой. Метод очень простой. Надо просто поменять свое распределение времени. Надо время уделять другим вещам. Вот и все. И дети будут чувствовать себя спокойнее. А это значит, что им меньше будет хотеться наркотиков. Потому что от чего им хочется наркотиков? От того, что у них не хватает энергии счастья. Вот и все. Причина одна. Вы говорите зависимость. На самом деле зависимость означает, что человек нашел метод, при котором он потребляет энергию счастья. Веды объясняют, что единственный метод — это молитва. Во все времена, а тем более в наше время. Единственный метод — это молитва. Если ты не можешь молиться, тогда общайся с теми, кто может. Вот вы приходите на лекции, это тоже как бы молитва, но только та, которая моя, передается вам. Ну то есть получается то же самое. То есть вы энергию молитвы той же самой получаете, но уже мою, а не свою. Если у человека появляется сила, он сначала общается, потом дальше у него появляется сила, и он сам начинает молиться. Вот единственный способ энергию счастья в доме повысить, потому что когда у человека канал, связь с Богом устанавливается через святого человека, все сразу в доме в спокойствии. Все родственники, даже кошки и собаки, все получают энергию счастья. Я вам уже, наверное, рассказывал, что у меня там под Краснодаром завелась собачка. Она перестала есть гусей от того, что она просто освященную пищу кушает сейчас. И на ней кошки начали спать, и гуси по ней ходят сейчас уже. Она спокойная, как танк. Никого не трогает, ни на кого не гавкает. Все, она сидит и просто счастлива тем, что вокруг нее нормальные люди. Все, успокоилось животное. Никаких проблем. И отпустили с цепи, сняли, потому что она никого не кусает, никого не трогает, всех любит. Почему? Потому что в доме молятся все. Собачки и то становятся счастливыми. Даже мухи спокойнее стали. Комары. Понимаете, все вокруг счастливы. Все в доме. Я проводил опыты, такие эксперименты, включал голос духовного учителя тихонько. У меня жил когда в Тольятти, это было лет 15 назад. Там очень тонкие стены у домов. И когда ты разговариваешь громко, то слышно, что какой-то звук идет от соседей. А если когда ты кричишь, все слышно от соседей. И у нас соседи ругались постоянно друг с другом. Каждый день. И они кричали, все слышно было, что они говорят друг про друга. Панельные дома такие. Я включил духовную музыку так, чтобы мне было слышно, чтобы они не беспокоились. На сутки. Через 2-3 дня они перестали ругаться. И так продолжалось месяцев 5 или 6, когда мы там жили, в этом доме. Соседи перестали ругаться. Мы забыли про них. Все. Мы уехали с женой в отпуск. Приезжаем, и они опять ругаются. Потому что некому было включать музыку духовную. Я включил, 3 дня прошло, опять перестали ругаться. Система работает. Счастья хватает, люди не ругаются. Зачем люди ругают, счастья не хватает. Точно так же наркомания. Причина в этом. Больше нет другой причины. Нет счастья, не хватает счастья. Вы не сможете их отгородить от жизни, от их заблуждений. Потому что дети выросли, все, они живут своей жизнью. Вы не сможете им дать жизнь. Конечно, может быть, они сами будут тянуться к наркотикам, к такой жизни. Но опять же, все по воле Бога может поменяться. Но по крайней мере, вы что можете сделать для них, то сделайте. И совесть ваша будет чиста. Попытайтесь найти прибежище у святого человека. Садитесь перед изображением святого человека, кланяйтесь ему в ноги, молитесь. И в сердце своем говорите, мне ничего не надо, пускай дети мои будут счастливы. А значит, они избавятся от наркотиков. Вот и все. Это то, что вы единственное можете для них сделать. Если ребенок хочет лечиться, можно вылечить эту болезнь. Опять же, как вылечить? То есть мы можем снять напряжение. Просто психика напряжена, мы можем ее с помощью веток, деревьев, камней снять. Но, понимаете, напряжение как бы мы можем снять. Но счастье имеет более глубокую, чистую и тонкую природу. Энергию счастья мы все равно с помощью лечения не дадим. Мы можем механическое напряжение снять. У человека пропадет вот эта зависимость, грубая зависимость от алкоголя, от спиртного, от наркотиков. Но ощущение счастья создается только с помощью молитвы. Нет другого способа. Поэтому, если вы этого не будете делать, дальше им ничего не поможет. Они так и будут к этому причастны, пристрастны и так далее. Как нужно измениться? Что нужно сделать, чтобы... Следующий вопрос. Чтобы встретить и распознать своего человека. Невозможно встретить и распознать своего человека вообще. Просто в принципе это невозможно. Почему? Потому что люди, они на дороге не валяются, и их нельзя найти, как, допустим, в магазине выбрать хлеб. Как вы думаете, почему мы идем в магазин? Потому что Бог дает деньги. Деньги тоже на дороге не валяются. Они даются по судьбе. Работа дается по судьбе человеку Бога. Он не должен швыряться работой. Здесь хочу работать, здесь не хочу. Дана работа, надо работать. Потому что Бог ее дал. Близкого человека дает Бог. Поэтому человек не должен швыряться близкими людьми. Обычно, как бывает, человек бросает себе своего близкого человека, особенно женщина. Женщине тяжелее создать семью в несколько раз, чем мужчине. Несколько раз тяжелее по карме. Женщина сначала бросает мужа своего, а потом начинает думать, где найти мужа. Нигде не найдешь. Чтобы муж появился, для этого надо выполнять женские обязанности. Надо начать, как женщина, жить. А это означает служить бабушкам, детям, женщинам другим. Служить просто, как давать энергию любви всем вокруг. То есть соседям, близким людям, далеким, всем быть женщиной. Означает ласково относиться к ним, заботиться, любить, прощать, помогать их в их страданиях, во всем. То есть со всей силы, сколько есть силы, надо заботиться обо всех вокруг. Бог будет давать деньги. Часто женщины все силы свои, сколько у них есть, тратят на работу, потом разбитые приходят домой и думают, как выйти замуж? Невозможно. Лошадь Прижевальского никому не нужна. Всем нужна жена. Понимаете? Всем нужна жена. Жена означает любовь. Для того, чтобы быть женой, надо энергию женскую культивировать в своем сердце. И когда женщина культивирует женскую энергию, выполняет свой женский долг, тогда у нее меняется лицо, меняется энергия, которая от нее идет, от нее начинает исходить сладкий вкус. Она становится самым удовлетворенной, спокойной. Ей уже так сильно замуж не надо. Ей и так хорошо жить. Когда женщине хорошо жить, значит всем мужикам вокруг будет плохо жить. Почему? Потому что она будет излучать сладкий вкус, который им будет нужен. И они будут печалиться от того, что этот сладкий вкус не у них дома находится. Женщине, когда хорошо жить, мужикам всем плохо вокруг. Они будут думать уже, как взять ее замуж. А она не будет ни о чем думать, а она будет счастлива. Поэтому плохо бывает жить или мужикам, или женщинам. В ведической культуре должно плохо жить мужикам, неженатым. А женщинам должно жить хорошо, потому что когда женщина любит всех, ей хорошо жить по-любому. Хоть она одна, хоть она с кем-то, но жаба не дает. Жаба говорит, вот когда я буду замужем, буду всех любить, а сейчас я печалюсь. Потому что я одна. Надо жабу задушить в сердце. Сказать себе, хватит, я не буду больше печалиться, хочу заботиться обо всех, быть со всеми, ходить на духовные программы. Девушка когда одна, она не должна дома сидеть. Она должна идти на духовные программы, она должна ездить на фестивали различные, она должна заботиться обо всех, всех любить, со всеми дружить и быть в обществе всегда. Она не должна дома сидеть и куковать. У нас фестиваль недавно был в Назовском море. И там проводили по маслам как бы анализ. И одно масло называется кукуя. Ну это из такого растения, кукуя. Я говорю, для одиноких женщин масла. Все смеялись. Не надо, чтобы одинокие женщины были в таком настроении. Никогда замуж не выйдете, невозможно. Потому что мужа Бог дает за заслуги. Мужа, это же награда. Мужа дает Бог за заслуги. Женщина заслужила, она расцветает, ей хорошо становится и она получается и в мужа. Как результат своего подвига внутреннего, душевного. Откуда брать силы, стать счастливой? От святых людей. Куда эти силы девать? Всем людям раздавать. Все, такой метод. Скупец, скупая женщина, несчастна. Почему? Потому что она ждет, когда ей кто-то даст силы. Она сидит целыми днями печалится, на работе печалится. Почему? Потому что никто меня не любит. Никто меня не любит, никто не уважает. Поеду на болото, наемся же бонят. Не работает система, понимаете? Не работает. Это из мультика одного. Не работает система, не помогает жизни. Ныть, стонать, ходить, мечтать. Некоторые женщины тратят свои силы на мечту. Они садятся и начинают думать, как я буду замужем. Вот какая у меня будет жизнь. Сидят, просто тратят свою жизнь зря. Потому что чем больше они мечтают, тем меньше будет настоящей семейной жизни. Или человек в мечте живет, или наиву живет. Но энергию, которую он тратит благочестивую свою на мечту, она в жизни уже никогда не воплотится. Чем больше человек мечтает, тем меньше жизни остается. Все. Надо жить, а не мечтать. А на жизнь нужны силы. Эти силы берутся из духовной практики, из духовного общения. Вот сейчас вы на лекцию пришли, получилось у нас духовное общение. У вас появятся силы. Как определить, что это духовное общение было? Вы из лекции выйдете и думаете «Все! Начинается новая жизнь!» Насколько дней хватит, неизвестно. Но, по крайней мере, на один день хватит точно. Вы начнете новую жизнь. Надо чаще на лекции, значит, ходить. Или воткнуть себе в уши лекции, слушать постоянно. И жизнь постепенно поменяется, станет другой. Надо всегда подпитываться духовной энергией. Сами не можете, значит, слушайте. Это тоже метод. Я тоже раньше помню, как только начал ведическим знанием интересоваться. Я слушал днем и ночью лекции. Днем и ночью. То есть, это было 18 лет назад. Я сам не мог ни молиться, ничего еще. Но я начал слушать лекции, подпитывался, подпитывался этой энергией. Потом наступил момент, я сам начал уже потихоньку ее продуцировать. Это самому очень трудно научиться. Нужно время. А слушать можно целыми днями и ночью даже слушать. Во сне. Только так можно выйти замуж. Нет других вариантов. И еще надо знать, что у женщины возможность выйти замуж, она имеет очень жесткую закономерность. То есть, допустим, два года в жизни можно выйти замуж, встречаются люди. Потом три-четыре года жизни одиночества. Потом опять два-три года можно. Потом опять одиночества. И периоды такие идут. Их ничего с ними не сделаешь. Вот у женщины так работает система. То есть, не то, что она всегда может выйти замуж. Нет. Какие-то годы она не может вообще просто в принципе. Даже если будет работа над собой. А наступает время, она может выйти. Вот так вот это все меняется. Как определить, что не можешь выйти замуж? Никто не встречается, никто не попадается, никому не нужна. Значит, надо заниматься духовной практикой. Это время предназначено для того, чтобы развиваться. Зачем развиваться? Чтоб лучше муж достался. Чем больше женщина развивается духовно, тем чище ей муж достается. Поэтому эти два-три года одиночества не пустое время. Надо их посвятить развитию. Надо служить всем, заботиться обо всех. Копится, как бы растет дерево. Плоды будут позже. Дерево растет, развивается, цветочки выходят, листики, аромат начинает появляться. Потом постепенно плоды появляются. Так устроен этот мир. Поэтому печалиться, ныть и мечтать это пустая трата времени для женщины. Она должна учиться жить одна. И когда она научится жить одна, это ей пригодится также в семейной жизни. Потому что, когда женщина самодостаточна, она и в семейной жизни тоже счастлива. Потому что, когда она становится зависима от мужа, она начинает ему нервы мотать, ныть постоянно. и она мучает его, мучает, пока он ее не бросит. А в Латвии я вижу, что мужчины очень свободного нрава. Они любят бросать женщин. Поэтому женщина должна учиться силу внутренней вырабатывать. Чем больше женщина чувствует себя самостоятельно, счастлива внутри себя, тем меньше шансов, что муж ее бросит. потому что она такая недоступная, необычная, непонятная. Такая женщина всегда ценится. Когда женщина всегда зависит, она глаза квадратные, она боится. Мужчина начинает наглеть. А почему она боится? Потому что она хочет испытывать счастье от него. Она зависит от него. Счастье надо продуцировать из себя, изнутри. Вот и вся методика. Борьба всегда борьба со своим эгоизмом. Хоть замужем, хоть не замужем. Если уж говорить о состоянии счастья, то мой опыт показывает жизни. Вот если женщина несчастна, не замужем, значит она будет так же несчастна, замужем. Точно так же несчастна, но уже замужем. Точно так же. Потому что если ты несчастна, значит ты не можешь энергию счастья продуцировать. Но близкий человек тебе тоже ее может продуцировать. Если женщина несчастна, она за такого же несчастного мужчину выходит замуж. Они два несчастных уже вместе живут. И как они будут энергию счастья продуцировать? Никак. Они будут мучить друг другу. Мучить. И часто бывает так, что еще хуже вместе, чем одному. Поэтому надо сначала научиться самому быть счастливым, найти себе такого же счастливого человека и быть счастливым вместе с ним потом. Все. Такая методика. Поэтому Бог и не дает мужа, потому что не готова. Не готова. Поднимите руку, кто из вас готова, но Бог не дает мужа. Есть такие здесь? Вот ты уже готова, все счастливое, все классно, Бог мужа не дает. Вы, да? Я с вами полностью согласен. Вы уже победили почти себя. И Бог вам уже почти дал мужа. Да? Осталось всего несколько месяцев до встречи своего человека. Очень рядом вы находитесь с этим событием. Спасибо. Вам спасибо. Я тут причем. У нас уже попадались несколько человек за последние полгода, не те, какие надо. Это вижу. А? Точно. А тот который надо попадет чуть попозже. Продолжайте развиваться. Сколько вот времени вы потратили на то, чтобы работать над собой? Сколько лет вы уже работаете над собой? А? Но вы работаете над собой? Вы пытаетесь быть самодостаточной, счастливой изнутри? Быть женщиной пытаетесь? Где-то года три, да, вы пытаетесь работать над собой? Вы этим занимаетесь? Ну, как давно? Где-то лет пять назад вы кого-то бросили? Нет? А я вижу, что-то как-то вот так было. Ну, да, вот шесть. Да? Ну, ладно. В общем, ну, может быть, это с прошлой жизни осталось. Ну, так или иначе, вы правы, что вы можете выйти замуж уже. И это Бог вам сделает в ближайшее время. Так. Работаю администратором в частной компании с 97-го года в очень сплоченном, теплом, дружественном коллективе. Это очень хорошая карма. Это редко бывает. Получила предупреждение о возможном увольнении с 1-го декабря по образованию филолог английского языка. Как сложится моя дальнейшая трудовая деятельность? Как лучше направить поиски работы? Вы уже сдались, госпожа. Вам Бог сказал, если ты не будешь правильно себя вести на работе, тебя выгонят. И вы как ответили, меня уже выгнали. Это означает, что вы не понимаете, что это всего лишь предупреждение. Что нужно делать? Если вы видите, что есть такие как бы идут такие запросы, значит, у вас не хватает внутренней энергии, чтобы этому коллективу подарить счастье. Вы не задумывались, почему именно вам сказали, что вы выгонят, а не кому-то другому. Некоторые говорят, у меня возраст, у меня то, у меня сё. Вот у меня мать сама ушла с работы. Ну, то есть ей не так много, она мне в 17 лет родила. Ну, так или иначе, она ушла с работы. Есть седьмой десяток, она ушла, и все плакали. Все плакали, что она ушла. Ну, просто ей приходят с отцом сидеть, там совсем он не ходит уже. Вот, все плакали. Не хотели отпускать человека. Почему? Потому что она, когда работает, все просто там танцуют рядом. так ее все любят. Вот и все. Все зависит от того, насколько человек востребован своим настроением, своим поведением на работе. Не имеет значения возраст его, все остальное. Если человек очень сильно востребован, он не сильно думает о себе, он постоянно отдает себя, он всех любит на работе, значит тогда его не выгонят. А кто будет выгонять такого человека? Зачем? какой-то смысл его выгонять? Лучше администратору повеситься, чем такого человека выгонять. Больше пользы будет. Слимозгов нет. Надо выгонять тех, которые не нужны. Зачем выгонять того человека, который полезен? Теперь возьмите в своем сердце, кто написал эту записку, и спросите себя, вы там самое лучшее на работе, любите больше всех или нет? Если нет, тогда стремитесь к этому. Как? Вы меня спросите, а где взять силы всех любить? От Бога? Дома занимаемся духовной практикой, на работе отдаем силы. Вот и все. поставлен диагноз миома матки, две грыжи шейного отдела позвоночника. Какие способи применить для поддержания здоровья? Знаете, каждый кулик свое болото хвалит. Я могу вам посоветить то, что я знаю. Мы лечим грыжи позвоночника и миому с помощью простого метода. Можно просто ветки поставить деревьев и кору. Кора рассасывает миому, у нас обычно такая практика, за 4-5 месяцев. Миома матки рассасывается даже достаточно большая. Грыжи уходят за год, где-то носят ветки человек, йогой занимаются, и грыжа позвоночника рассасывает. У нас есть несколько результатов хороших. Это надо все ехать в Краснодар, и это индивидуально подбирается, очень серьезный научный метод. Нам надо снять порядка 7-8 показателей человека энергетических, и потом по таблицам мы индивидуально подбираем 7 видов деревьев, которые мы ставим в определенной последовательности, определенной комбинации, и все это схемов определенную, потом надо определенным образом носить, это серьезная наука. Нам надо 4 дня, чтобы все это изучить по человеку, и как, чтобы он нормально себя чувствовал. Реально, то есть я вот уезжал к вам сюда, у меня была хорошая схема стояла, но это новое место в Краснодарский край, мы предгорье живем, и там очень много энергии, воздуха. Я почувствовал перед отъездом прямо к вам, почувствовал, что у меня позвоночник что-то начал немножко болеть. Я взял, прям последний день перед отъездом серьезно подобрал себе новую схему, другую, и поставил, и все у меня прошло. Я перенес два перелета вообще просто без проблем. У меня сейчас ничего не болит, отлично себя чувствую, работоспособность хорошая благодаря вот этим веткам. Ничего не получится. Это все от Бога зависит, как вы ее у меня возьмете. Он кому-то дает, кому-то нет. Ее можно взять только с помощью знания. Вам надо приехать и полечиться просто, и носить веточки. Деревья обладают такой силой, что они могут взять энергию здоровья, дать вам. Деревья огромной силой обладают. Даже просто вы носите ветки, вы связываетесь энергетически с этими деревьями, получается, как родственники для них становятся. И они воспитают силой своей. Они будут вам давать силу. Очень огромная сила в них содержится. Да? Конечно. надо еще раз приехать. Значит, мы не то что-то поставили. Нам надо прилагать усилия. У нас был такой случай. Одна женщина тоже с миомой. Она живет рядом недалеко у нас, где-то в соседнем городе. Она приехала, мы поставили. Прошло два месяца. У нее еще хуже стало. Продолжало расти. Продолжало расти. Мы поставили, все поменяли, переделали, посмотрели, что лучше действует. Поставили другую кору, сейчас рассасывается. Вот здесь есть одна девушка, которая приезжала к нам несколько раз. Сначала она лечила проблемы по-женски. Сначала ей не помогло. Второй раз приехала, начало стало лучше. Третий раз мы сделали, вообще хорошо стало. Иногда сразу помогает. Часто бывает, мы вылечиваем миомы сразу. Ставим и все рассасывается. Иногда нужно время. Ну то есть понимаете, это всегда зависит индивидуально от судьбы человека. Вот у нас один мужчина пришел, у него хорошая карма, и он обнаружил рак предстательной железы у себя заблаговременно. Мы поставили ему просто ветки и кору, ни камней, ничего не ставили. Он пришел через два месяца, у него опухоль уменьшилась в два раза. и он сейчас уже у него рак предстательный железы, он немного даже в туалет нормально ходил. Еле-еле в туалет ходил. Сейчас у него вообще никаких затруднений нет, он ее не чувствует вообще. Ну то есть вы вот сказали отрицательный результат, но это означает, что надо дальше работать, бороться просто и все. Понимаете? Вам надо было подойти ко мне вот сейчас перед лечением или подойти хотя бы после. Я не знаю, что бывает два браслета с корой ставится, а бывает надо один ставить. Может быть и один браслет всего? Кора еще запасной браслет есть? Ничего страшного, мы сейчас посмотрим, может быть вам надо поперек носить и будет лучше. Ну то есть это все работа нужна, то есть надо было подойти и просто передать. Это все означает общение. С врачом надо общаться, вам надо позвонить, послать фотографии, посмотреть, что с вами происходит, попытались так по фотографии что-то посоветовать. Нужно общение с врачом. Марине надо звонить, она мне трубочку даст, мы с вами будем работать дальше. это наука, понимаете? Вот я сейчас вам покажу. Смотрите, видите, вот эти все разные деревья, причем красиво, это разные деревья, понимаете, если я хотя бы две вот эти деления поменяю местами, неплохо сразу станет. Это настолько глубокая наука, опилки так не действует. Нужны ветки. И более толстые ветки, они перегружают человек. Мы выбрали вот этот размер, он реально как бы нормально для человека, если больше взять, вот такие допустим, они уже перегружают. Меньше размером не хватает силы. Ну целая наука, понимаете, то есть это не просто так, опилки поставил и вылечился. Надо все изучать, серьезно это делать. Нас мы изучили в Краснодарском крае, парадка, 150 видов деревьев. И это все индивидуально работает на самом деле. Не всегда у всех сразу получается. Надо прилагать усилия. Вот чего вы не прилагать. Подошли бы ко мне, два дня здесь был, подошли бы, посмотрели бы, все проверили, может быть, ошибка какая-то закрылась. Сейчас после лекции надо подойти вам. Я прочитал на сайте, что можно здесь задать вопрос. Ага, понятно. У меня в семье сложилась сложная очень ситуация. Мой муж не любит нашего сына. Да, такое бывает. Он в принципе никогда не проявлял к нему особого внимания. Значит, по карме они несовместимы. Такое бывает. Еще с детства. Так бывает, что даже просто начинается ребенок, и мужчина уже неприязнь к нему даже он еще в утробе матери находится. Это результат влияния судьбы. Иногда у женщины у меня был один случай в жизни, что женщина не любила ребенка, когда он родился, своего ребенка. И когда она начала его грудью кормить, этот ребенок чуть не отравился ее молоком. Пришлось другую женщину брать, чтобы она его вскармливала. Ну, то есть у кого молоко есть, другую женщину. Чтобы этот ребенок просто жил. Понимаете? Нужно было другую женщину, потому что она несовместима с этим ребенком была с самого рождения. Ей очень тяжело было с ним общаться и все. И ребенок в виде ее плакал сразу. Понимаете? Просто видит мать и плачет. Такое бывает. А что делать? Судьба по-разному может действовать. Не всегда бывает, что дает вот такие чистые и хорошие уж прямо такие светлые отношения. Иногда отношения становятся испытанием. Он не разговаривает с сыном уже три года. Полностью игнорирует и даже не здоровается. Я очень переживаю из-за этого. С мужем меня из-за этого постоянные ссоры. С сына мне очень жалко. Он ведь не заслужил такого отношения к себе. А мужа почему не жалко? Муж тоже страдает, ему тоже тяжело. Несовместимость, понимаете? Отношения колючками как бы проросли. Колючки, колются отношения. Человек общается с сыном, ему больно. Почему мужа не жалко? Он вполне хороший парень, студент, хорошо учится, помогает по дому. Я совершенно растерянно не понимаю, как мне правильно вести себя в этой ужасной ситуации. Знаете, я вам одну вещь скажу. Женщина часто бывает в полной иллюзии по отношению к ситуации, потому что женщина обычно по природе привязана больше к ребенку, чем к мужу. Женщина больше любит ребенка, чем мужа. И поэтому она всегда очень однобоко ситуацию воспринимает. Ей кажется, что муж виноват больше, чем сын в этой ситуации. И в результате она ситуацию усугубляет, потому что на самом деле мужу очень трудно строить отношения с сыном, потому что несовместимость. Ему больно с ним строить отношения. И ему для этого нужны силы. То есть ему для того, чтобы строить отношения с сыном, а он хочет, любой человек хочет со своим ребенком строить отношения в сердце. Ему нужны для этого энергии любви. А жена как относится к этому мужчине? Она ругает его за то, что он не строит нормальные отношения с сыном. Это все равно, что, допустим, я споткнусь, иду по улицу, споткнусь И буду падать из-за того, что я споткнулся по судьбе И все остальные будут кричать на меня Ну что, падаешь? Падай! Гад такой, падать решил, падай! Ничего мне останется, как упасть Больше ничего мне не останется Потому что все помогать будут Надо смотреть не с той позиции, что человек не может отношения с сыном строить А с той позиции, сколько нужно энергии любви, чтобы он смог отношения эти строить Сколько надо вложить в сына и в мужа энергии любви, чтобы они между собой тоже начали друг друга любить Сколько нужно вкладывать этой энергии Вот с какой позиции надо жить всегда, а не с какой-то другой У меня, допустим, у жены очень мало энергии Ей трудно там даже по дому что-то делать Я не с того смысла смотрю на нее, что она как бы лентяйка А я смотрю с того смысла, сколько мне нужно вложить ее сил душевных, чтобы ей легче было жить И у нас нормальная жизнь Понимаете, не надо смотреть на человека с той позиции, что он мне не додает Или кому-то другому А надо смотреть с той позиции всегда Что я должен сделать, чтобы додавал Ведь все люди ведут себя неправильно только по той причине, что им не хватает сил Душевных сил вести себя правильно Вот и все Поэтому надо с этой позиции на жизнь всегда смотреть Но из-за эгоизма мы не хотим так на жизнь смотреть Вообще по ведам говорится, что женщина должна в первую очередь отдать свою жизнь своему мужу А потом уже детям Женщина из-за эгоизма, так как от ребенка больше энергии счастья идет Она из-за эгоизма женского отдает свою энергию любви больше своим детям В результате муж остается без энергии любви И он становится злой Вот и все Часто мужья бросают своих жен по той причине, что жены замыкаются в детях Они не хотят мужьям не давать никакой любви И мужья бросают жен из-за этого вместе с детьми Они не видят смысла в такой семье Чувствуют себя обделенными И уходят к тому человеку, кто их хочет любить Все Бросают просто жену из-за этого Поэтому веды говорят, сначала женщина должна любить мужа всегда Из чувства долга А все, что остается энергии любви, она должна отдавать своим детям И дальше, да и остальным родственникам Маме, папе, детям, всем И тогда дети вырастают хорошими, послушными, между прочим, в этом случае Потому что они не чувствуют себя королями Что они как бы боги Они чувствуют себя в подчиненном положении в этом случае Видите, сколько мы проблем вскрыли в этом письме С одной стороны, она не понимает, что действует карма Надо помогать С другой стороны, она больше любит ребенка, чем мужа Потому что в этом письме она описала Что у мужа есть проблемы А у ребенка нет проблем Но карма-то она одна на всех И на мужа действует одинаково, и на ребенка Поэтому надо разобраться в этом во всем Надо попытаться начать служить мужу У него сердце мягче будет, оно к ребенку оттает И так постепенно ситуация вся начнет выправляться Но кричать на мужа как бы бессмысленно Потому что он и так страдает Просто ему это трудно объяснить, что он страдает Но он страдает У него родился сын, которому у него в сердце нет любви И что делать? Карма так действует Надо, чтобы эта любовь пошла Надо любовью растапливать сердце близкого человека всегда А не с помощью руганий, криков Я по этому письму вижу, что эта женщина на самом деле Мужа своего довела практически до ухода из дома Где-то месяца два назад он хотел уйти Потом ему что-то не получилось Жизнь, с работой, еще с чем-то Он решил остаться Но он реально, если у него все там на работе Все сложится, он может вообще уйти из дома просто и все И она вообще останется одна с ребенком Вот о чем надо думать сейчас А не о том, как у меня сын строит отношения с ребенком Надо думать о том, насколько я служу своим людям правильно, близким И насколько мое служение им делает мою семью счастливой Вот о чем надо думать сейчас А не о том, как мне с ним ругаться правильней Чтобы он начал любить ребенка Надо ему любовь свою отдавать Вот что надо делать А это опять же от духовной жизни зависит Если есть силы любить, значит будешь улучшать отношения, не портить Думаем с супругом о ребенке И зашли в тупик Две попытки заканчивались замерзшей беременностью На четвертой, пятой неделе В 2006 и 2009 году Врачи искали, пока явных причин не выявили Предполагаются два варианта Первый Подпитаться гормонами и таблетками Которые уберут лейкоциты на сперву мужа Да это бред все на самом деле Какие лейкоциты на сперву мужа Пробовать забеременеть без какого-либо вмешательства Да причем у вас же беременность-то состоялась У вас вы не смогли выносить Вот в чем проблема И при чем тут это Туица говорит, что пить гормоны не надо Правильно Ведь нет показаний, что они спасут всю ситуацию Прибывать просто так ум включается Пробовать просто так ум включается Страх Наступить на одни и те же гравли Тоже правильно Слушаем ваши лекции Редко, но мясо едим Осознаем влияние мяса на наше настроение Я пошла на йогу Сейчас он один из основных способов сбалансировать настроение Правильно? Это правильно Жалоб на здоровье нет, но часто бывает вялость Мало сил Тогда спасает йога Вы абсолютно правы Вы идете правильным путем Вы кое-что поняли Но знание заключается в том Что замерзшая беременность возникает Из-за славы влияния Марса на организм женщины Это означает вялость Вы все правильно сказали Вялость, мало сил Поэтому и ребенок не развивается Опять же из этой вялости и мало сил То есть здесь есть два пути Первый путь Женщина начинает активный образ жизни Закаливание, йогу, прогулки, пробежки Пытается как-то активизировать энергию Марса Если она слабость у ней в организме остается Она чувствует вялость Все равно есть Надо брать билет под Краснодар Приезжать Мы ставим ветки Мы полностью уберем эту энергию слабости Без всяких проблем Лечение стоит всего 300 долларов Оно сейчас здесь недорогое у нас Ну то есть еще 30 долларов в день стоит питание, проживание То есть где-то получается 450 долларов на питание, проживание и лечение И плюс дорога То есть надо собрать эти деньги, приехать И мы 100% уберем эту вялость, слабость И беременность вся проносится У нас уже много результатов на то есть У нас есть одна в Москве девушка, даже две Которые даже из нашей группы были Которые мы спасли Одна женщина у нас не только носила всю беременность Чтоб у нее не было выкидыша Она еще потом у нее не было молока Мы ей поставили лечение Она еще и молоко Потом вскормила ребенка на лечении На этом тоже Ну то есть все возможно с помощью помощи Можно самой пробовать Можно пробовать помощь Но это не сильно большая проблема Но врачи вас идут неправильным путем Ваша проблема заключается в том Что у вас не хватает силы выносить Причем тут сперма там и все прочее У вас все нормально, вы уже можете зачать Вам надо просто выносить А это уже идет из энергии женщины Насколько у них много энергии Этой выносить Если не хватает энергии Надо с помощью гипотеза Непонятно А? Да я знаю, что условия банков Тут должен быть гарант Вот и хорошо Пускай значит он не состоится Веды говорят, что бизнес Должен состояться тогда Когда у человека есть Хватает благочестия Чтоб его спокойно начать Без всяких кредитов Беды говорят Что человек должен начинать бизнес На свои деньги Это и является гарантией того Что бизнес будет стабильно существовать Сейчас искусственно Люди искусственно сделали Не зная законов Бога Они искусственно сделали Такой закон Что бизнес начинается с чужих денег А это вообще неправильно По закону Бога Бизнес человеку Для бизнеса Для начала бизнеса Бог дает деньги Он дает возможность Ему иметь дополнительные деньги Это значит Что у него хватает Благочестия начать бизнес Если у человека Нет своих денег Дополнительных Значит у него Не хватает Благочестия начать бизнес и значит, что не будет благочестия его поддерживать. Поймите, как человек может определить, что он может поддерживать свой бизнес? Только с помощью понимания, что у него, само собой, появляются дополнительные деньги, больше, чем ему положено для жизни. Это значит, что он может свой бизнес сам поддерживать всю жизнь. Но если он никогда не поддерживал свой бизнес, у него никогда не появлялось дополнительных денег в жизни, и он берет кредит, это значит, что он сожрет этот кредит, и у него дальше не будет дополнительных денег появляться. Понимаете, у него нет силы, значит, поддерживать бизнес. Его не надо никак в коем случае создавать. Есть две категории людей. Они должны жить, работая на кого-то, а другие могут жить своими средствами, то есть создавая бизнес. Но бизнес может создать только тот человек, у которого естественным образом появляются дополнительные деньги в жизни. Понимаете? Вот и все. Теперь вы скажете, ну все же берут кредиты и развиваются. Вы ошибаетесь. Я проводил исследование в этом. У меня много людей на глазах. Кто-то, вы человек, человеческая иллюзия, знаете, она находит какой-то пример один, как исключение, и на этом примере всю жизнь строит. Но мой опыт показывает, что те люди, которые берут все-таки кредиты, обычно, они берут их очень осторожно, которые хорошо развиваются, и у них все равно есть свои дополнительные деньги. Обычно те люди, которые берут кредит с нуля, то есть у них нет дополнительных денег и никогда не было прибыли в жизни. Они надеются, что этот кредит разовьет их как бы средства, но по карме у них нет силы. Если бы эта сила была, это было бы видно по их жизни. Я вам сейчас приведу несколько примеров аналогичных, и вы поймете, о чем я говорю. Вот смотрите, допустим, взять, допустим, человека в любой вид деятельности, ну взять, допустим, борца, да, допустим, борец. У него, допустим, есть определенная шахта, психическая энергия, чтобы побеждать. Тренер смотрит, вот я сейчас подкачаю этого парня, и он у меня будет в соревнованиях первые места занимать. Правильна его тактика или нет? Нет. Потому что первые места человек занимает с помощью энергии, которая дается от Бога. Вот если у человека есть воля к победе, то есть он, тренер, видит, что человек на самом деле не проигрывает, его просто заламывают, но он все равно, он сражается до последнего, у него столько силы внутри, просто не хватает телесной силы, чтобы победить. Но он уже видно, что он победитель. Этого человека видно, он не сдается, даже его уже заломали, он все равно там крутится, с ним ничего невозможно сделать, он не остается, он не побеждается просто, понимаете, этот человек. Его можно пока подкачать, и он будет всегда побеждать. Но этого человека видно. Это означает, что у него есть прибыль, понимаете? Прибыль означает, что человек всегда сильнее, чем его судьба. В жизни видно это, у человека есть прибыль, значит, он сильнее судьбы, по-любому. И этот человек может вложить дальше дополнительные деньги, и деньги пойдут куда надо, по назначению. Но если человек никогда не имел прибыли в жизни, он всегда на чужие деньги жил, или еле-еле зарабатывал себе на жизнь, взяв кредит, что получится? У него нет шакти, нет этой энергии. Он прогорит, сто процентов. Он ее испортит как-то, ошибется в чем-то там, не рассчитает как надо. Ну, будет и есть разный вариант, но всегда один и тот же ответ. Потому что у человека нет силы это сделать, понимаете? Вот и все. Этот закон всегда и везде работает, но люди не понимают его. Они искусственно пытаются стать богатыми. Они думают, что можно стать богатым просто потому, что ты этого хочешь сделать. Ну, хочешь быть богатым, значит, станешь богатым. Знаете, как определить, нужно создавать предприятие или нет? Очень просто. Вот смотрите, если у тебя есть в жизни пять человек, допустим, которые тебя слушаются и готовы за тобой пойти куда угодно. Вот ты командир у них, а они подчиненные. По сознанию, не обязательно, пусть это не будет предприятие, а просто друзья, которые тебя слушаются во всем. Ты у них старший. Значит, ты можешь сделать бригаду из пяти человек и будешь дальше с ними работать, и у тебя все будет классно в жизни. Если ты такой человек, что тебя вообще все всегда слушаются. Вот, допустим, у меня в институте был один парень. Он пришел к нам в группу, и все увидели, что он старший. Он пришел, начал всем говорить, как надо, и все его слушались. Такая сила у человека. Он был отличником, то есть он учился так. Его сразу начали преподаватели уважать. Он пару слов скажет. Ему экзамен даже не надо было сдавать, там напрягаться. Он приходил, просто два слова преподавателю говорил, ему пятерки ставили, он разворачивался, уходил. Все. Преподаватель точно знает, что он знает все. Он еще не успевал вопросы задать, тот уже ему сразу ответ говорил. Все. И он это делал очень жестко, твердо, у него взгляд такой, как два пистона. Все. Он стал там руководителем крупным. Это неизбежно. Это видно человека сразу, что он руководитель. Он приходит, он уже живет как руководитель. Он когда маленький ребенок, у меня у друзей родился маленький ребенок, маленький совсем. Я на него смотрю, он такой смотрит на меня, такой, знаете. У него взгляд такой, два вот таких шара. У него мать как бы такая грузинка, она, ну грузины, у них кшатрийская нация, то есть нация воинов. И он, знаете, маленький ребенок родился. Ему всего там три года. Он смотрит, у него взгляд, как будто он трижды герой Советского Союза. Ну, то есть он реально, он смотрит на тебя, как будто ты маленький пистончик перед ним, понимаете, такой. То есть я взрослый человек, он на меня смотрит, он раз подходит ко мне, раз меня рукой. Маленький ребенок. Я чувствую, что я с ним не справлюсь. Еще невозможно с ним ничего сделать. Он уже маленький герой, понимаете. Все, он таким родился. Он будет воином. Сто процентов. Ну, такой человек может, потому что он таким родился. Все. Ему Бог уже эти силы дал. Но так как мы не знаем, что такое, кто такой Бог, что такое законы Бога, мы не знаем всего этого. И поэтому мы находимся в глубокой иллюзии по поводу своего развития. Мы думаем, что я могу стать таким. Это фантазия просто, это иллюзия. Если ты сейчас вот не имеешь этих денег своими силами, значит, ты никогда их не будешь иметь. Сколько бы ты кредитов не взял. Это просто бред думать, что ты можешь. Ты возьмешь себе пять человек работать, они тебя обманут все и разбегутся с этими деньгами. И все. Ты поделишься с ними. Он кивает головой те, кто знают, кто в бизнесе находится серьезно. Надо иметь знания, прежде чем жить. Понимаете, когда человек хочет жизнь организовать, он должен сначала понять, что такое жизнь. Если говорится, нельзя женщине отдавать свою собственность. Бизнес мужа. И нельзя подписываться под его бизнесом. Все это закон. Если вы хотите проверить, пожалуйста, проверяйте на своей судьбе. Вы от этого потом будете плакать голючими слезами. Вот и все. Первое – научиться слушать старших. Вот как быть для начала. Потом дальше уже придется быть. Значит, надо понять, что сейчас долг женщины такой – сражаться за свою женскую судьбу. Она должна воевать за то, чтобы сражаться уже, чисто сражаться. Для того, чтобы муж выплачивал с помощью государства. Доказать государству, что она не виновата в этом во всем. Что муж сам должен выплачивать все эти деньги. Если государство отнимет квартиру, что делать? За ошибки надо платить. Но дальше выплачивать все это должен муж. Надо доказать это государству. Бог прокормит. Если государство все отнимет, значит, такова судьба. Но платить ни за что женщина не должна это. Она должна сражаться за то, чтобы он сам платил. Потому что этот мужчина, он на самом деле по ее же вине стал неуправляемым. Мужчины могут быть неуправляемыми. Это факт. И такие мужчины женщинам очень много страданий в жизни могут привести. Если женщина не может справиться с мужем, ей лучше за него замуж не выходить. Но если она вышла замуж, она должна справиться с ним. Надо так себя вести, чтобы справиться с ним в конце концов. Справиться означает, что он в контролируемой ситуации находится. Это значит, что он может работать там, достигать чего-то. Но он не может женщину склонить свою квартиру, отдать ему в залог и так далее. Женщина должна быть сильнее в этой ситуации. Она должна сражаться за свое право женское. Служить — это само собой. Служение — это способ подчинить себе мужа. Женщина, когда служит мужу, он как к шелковой перед ней ходит. А зачем что-то требовать? Если женщина мужчине служит, то он сам все даст. Вы мужчину мужскую психику не знаете. Мужская психика таким образом устроена, что мужчина жмется, значит, не хватает любви. Если женщина просто нежно заботится о муже, он все отдаст, все, что у него есть, ему ничего не надо в этом случае. Потому что мужчине в жизни нужно только любовь. Больше ему ничего не надо вообще, по большому счету. Поднимите руку мужчины, который со мной согласен. Большинство мужчин согласны. Да? А потому что женщины, они очень жадные, и они постоянно склоняют на себя всегда в лекции. Я могу сказать, но мужчина не последует моему совету. Вы не сможете. Есть два варианта. Но вообще, если мужчина слаб в судьбе по своей силе внутренней, то он должен отдать себя куда-то. Ну, то есть самый простой ведический вариант – отдать себя в храм, идти в храм и жить там, и терпеть все там трудности, лишения, и окрепнуть психически, силу обрести внутреннюю. Или пойти на какое-то предприятие, подчинить себя руководителю. То есть мужчина слабый должен подчинить себя сильным людям. И он от этих людей питается силой. То есть в чем мужская слабость на самом деле заключается? В том, что мужчина не может себя никому подчинить. В этом и слабость. Я это почувствовал в своей жизни, когда я пошел на самбо 8 лет от роду. Я в этом детском возрасте начал замечать, что когда я жил просто сам по себе, то я не развивался. Но когда у меня появился тренер, я себя ему подчинил, я увидел, как пошло развитие психики, тела. То есть все начало сильно развиваться. Мужчина самому себе очень трудно гонять. Но потом, когда я уже на самбо не начал заниматься, я привык к этому, я начал сам себя заставлять. Начал закаляться, заниматься йогой сам, бегать по 3 километра каждый день. То есть привычка осталась. Просто сначала был дан толчок сильным человекам, а потом привычка осталась. Так развиваются все мужчины. Поэтому в ведической культуре считалось, что мальчиков с возраста 5 лет отдавали в школу, где был преподаватель, старший мужчина, который начал гонять детей. Он их гонял там, учил всему, к чему надо. Они там развивались, как мужчины. Если вам не вас некому было гонять, а вас некому было гонять, это 100%. Вы должны себя сейчас подчинить мужчине, который или на работе будет старшим, или просто вы попадете в среду, в которой кто-то будет старшим, вы будете подчинить, или в секцию какую-то вы пойдете, где будет старший. Но только это дает возможность мужчине развиваться, как мужчине. У меня сейчас учатся на врача 10 человек. Они живут, как монахи, ребята. У них нет отношений с женщинами. У них нет свободного времени совсем, с утра и до вечера. И они развиваются. Я смотрю на них, вот те ребята, с которыми они раньше вместе дружили, ходили, они уже до них не дотягивают. Проходит год, и человек совсем меняется. Он настолько психически глубже, серьезнее, становится просто под контролем старшего. Мужчина развивается просто как... Вот бывают деревья, тополя, допустим, пирамидальные. Проходит два года, и он уже вырос, а все остальные деревья маленькие. Вот точно так же эти ребята у меня, они развиваются очень быстро. Гораздо быстрее всех остальных, потому что их заставляет жизнь. Нет, у меня теперь к вам вопрос. Вы усвоили мой первый ответ? Или не усвоили? Вот когда прослушаете, тогда будет второй вопрос. Потому что какой смысл отвечать на вопросы, если человек не хочет понимать ответ? Да? Долг у друга — это вообще безумие. Когда ты берешь долг у друга, это значит, что ты теряешь дружбу. Даже если ты отдашь эти деньги, все равно дружба теряется. Потому что 100%, что ты затянешь с отдачей. Если человек берет деньги в долг, это значит, что он не имеет права на эти деньги. Это значит, что ему очень трудно в жизни их будет отдавать. И значит, что отношения с этим человеком, который ты отдаешь, будут теряться без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Особенно это касается родственных отношений. Если человек берет долг у родственника, это значит, что он разрушает родственные связи. Поднимите руку, у кого в жизни уже это произошло. Вот, пожалуйста, смотрите в зал. Четыре человека подняло руки. Родственные связи разрушены из-за того, что взял кто-то у кого-то в долг деньги. Поэтому родственнику в долг не надо брать. Если родственник может что-то дать, просто так дать, он дает, сколько может, все. А в долг брать не надо. Это опасно для отношений. Да? Вы можете приехать и выплачивать потом в долг. Никаких проблем. Можете приехать, чуть-чуть заплатить, и потом выплатите дальше. Все потихоньку. Как сможете? Ну, это долг хорошему человеку. Ничего страшного. Я могу простить, если что. За счет моих долгов не волнуйтесь, кто мне должен. Это я сам буду волноваться. Что делается неправильно, духовно и материально, если возникают особенные аллергии. Аллергия означает, что кожа поражена энергией огня. Кожа поражается энергией огня в том случае, если человек в прошлой жизни не контролировал свое половое чувство. Половое чувство находится на коже, и оно связано с энергией огня. Если человек безудержно в прошлой жизни занимался сексом, в этой жизни ему придется болеть кожными заболеваниями. Вот и все, вот ответ. Это берется, все болезни на самом деле берутся только с прошлых жизней. Человек с серьезными и тяжелыми болезнями болеет всегда из-за ошибок в прошлых жизнях своих. И поэтому своими силами лечить очень трудно любые заболевания. Те болезни, которые может человек вылечить своими силами, он их лечит с помощью простой практики. Смотрите, утром душ, весь день по режиму дня, я в лекциях это говорил, вечером тоже теплый душ приятный, утром прохладный душ, вечером теплый. Весь день по режиму дня, и раз в день надо заниматься йогой. И раз в день молитва с утра. Если человек живет такой жизнью, и утром, и вечером всех прощает, и у всех просит прощения, все болезни, которые он сам может вылечить, вылечиваются в течение двух-трех месяцев. Все остальное дается по судьбе человеку, как тяжелая карма, которую своими силами преодолеть трудно. Поэтому все остальное человек должен лечить уже с помощью врачей. Врачи — это те, кто обладают силами природы. Врачи — это не те, кто знает, как химия действует. Потому что эти врачи, на самом деле, играют в спорт лото. Они не знают точно, как таблетка подействует. Это невозможно определить. Это спорт лото. И они проверяют эти таблетки на среднеарифметическом человеке, которого нет. Пускай они этого среднеарифметического человека и лечат потом этими таблетками. Но каждый человек — это глубокая индивидуальность. Мы провели исследование и обнаружили, что все лекарства, какие только есть, все лекарства. Взять если лекарства и человека, то есть только 30%, что это лекарство, которое ему должно пойти, по идее, подойти. Есть только 30%, что оно подойдет ему точно на 100%. И есть только еще 30%, которые означают, что оно его не угробит. И есть 30%, которые означают, что оно его точно угробит. Особенно если это лекарство прописано для него. Потому что чем лекарство ближе подходит к действию, которое нужно, тем больше оно будет неправильно действовать именно на это место. Например, если вы должны этим лекарством лечить почки, гламеролонефрит, то есть 30% на то, что оно вылечит почки, и 30% на то, что оно его угробит. А 30% на то, что будет более-менее нормально. Это мой опыт, моя статистика. Поэтому все лекарства надо индивидуально тестировать. Иначе невозможно понять, вылечит оно или угробит. Понимаете это или нет? Допустим, трава. В народной медицине написано, что трава, допустим, пастушья сумка останавливает кровотечение по-женски. Но 30% женщин усилит кровотечение, 30% остановит. И остальные 30% будет действие среднее какое-то. Чуть-чуть поможет, может быть нет. Может чуть-чуть поможет, может нет. Любой лекарств, любая трава действует таким образом. Чем сильнее действие, тем оно более опасно. Могу привести вам такой пример. Один духовно развитый человек занимался гомеопатией, но не знал, как тестировать все индивидуально. Он выпил гомеопатическое, не лекарство химическое, а гомеопатическое средство, которое сам себе составил. У него началось распаление, началось поджелудочные железы. Это духовно развитый, серьезный человек, который жил в святом месте. И у него начался некроз поджелудочной железы от собственно составленного себе лекарства. Понятно, нет? Поэтому никогда не думайте, что просто когда вам дают таблетку, вы сможете точно от нее вылечиться. Мой опыт показывает, что мне вот кучу таблеток приносят, из них только 30% работают хорошо для человека. Остальные 60% можно выкинуть в мусорку и нужно выкинуть в мусорку. Потому что они могут прибить. Понимаете? Вот это опыт мой личный. Потому что я тестирую все и проверяю. У меня есть статистика. Поскольку я сама ушла от мужа и сама подала документы на развод, активная дама, понимаю, что сейчас я отрабатываю карму. Молодец. Но одиночество длится уже 12 лет. Как долго это может еще длиться и как справиться с угнетающим чувством вины и чувством безысходности. Я стараюсь улыбаться, принимать все смиренно, быть жизнерадостной, но полное отсутствие личной жизни угнетает, и сил тоже все меньше и меньше. Сейчас я уже понимаю, что все делала неправильно, надела много ошибок. После развода знакомилась с мужчинами для создания семьи, но притягивала только тех, которые со своим отношением ко мне или поведением указывали на мне на личные недостатки в прошлом. Как только я покопалась в своем прошлом, поняла, почему притянула именно такого мужчину, мужчина исчезал. У нее отношений ко мне больше не было. Но так уже 6 лет. Проблемы с отношением, любовью у меня с самого раннего детства, все ситуации пересмотрела, все просила, сама просила прощения. И если отношения с коллегами на работе, соседними, даже с сотрудниками немного улучшались, то личная жизнь осталась на нуле. Вы знаете, все правильно. Отношения с сотрудниками улучшаются быстрее. Если карма по отношениям означает карма Меркурия. Отношения с сотрудниками улучшаются быстрее. Отношения в личной жизни улучшаются медленнее. Это всегда закон. Так бывает. Но если отношения с сотрудниками начали улучшаться, это значит, карма непреодолимая. Бывает настолько карма тяжелые отношения, что человек вообще ни с кем отношений не может построить. Ему лучше всего уйти в монастырь и жить с монахами, потому что в этом случае карма заканчивается, начинается духовная жизнь, и он будет счастлив в монастыре. Вообще человеку всегда нужно выбрать. Или он живет в семье или в монастыре. Одно из двух. Кому в монастыре надо жить? Если карма настолько тяжелая, что ни семьи, ни работы, ничего не может человек в жизни создать, у него не хватает сил, карма не дает, то он просто должен пойти в монастырь, и что там произойдет с ним? Он будет очень счастлив, очень счастлив, безмерно счастлив в отреченной жизни. Все. И удивительно, что таким людям, которые должны жить отреченной жизнью, Бог такое тело дает. Они склонны к одиночеству, к молитве, к уединению. То есть им тяжело общаться с кем-то, тяжело заботиться самим о своей судьбе, но зато им очень легко жить в атмосфере духовной. Очень легко. Бог сам уже распоряжается таким образом. Но раз у вас отношения как бы налаживаются, значит, в принципе, эта карма не такая тяжелая. Просто вы не знаете, как ее отрабатывать. Знаете, я вам одну вещь скажу. Вам надо понять, что такое молитва. Вы, может быть, благочестивой жизнью жили, но если вы поймете, что такое молитва, то Бог начнет помогать вам в жизни. Ведь проблема даже не в том, вышли вы замуж или нет. Вы не знаете, как вам жить дальше. Вот в чем проблема. Вы не знаете, что делать. То ли духовной практике себе посвятить, то ли семье. Ну что делать, как жить, вы не знаете. И возраст уже не маленький. Вот поэтому я вам советую. Вы начните искренне молиться Богу. Молитесь по два часа в день где-то. И кланяйте святому человеку. Если вы это будете делать искренне, через два-три месяца уже вы поймете, как вам дальше жить. И не будет иметь значения, выйдете вы замуж или нет. Но вы будете точно сердцем чувствовать, что дальше произойдет в вашей судьбе. И как вам жить дальше. Я могу вам примести пример такой, что не всегда бывает, что человек побеждает свою судьбу. У меня в Ижевске есть один такой пример, такая женщина, которая на самом деле она очень сильная как личность. Она начала слушать лекции, заниматься все, работала над собой. И реально она очень сильно заботится и служит о всех до сих пор. Но не настолько тяжелая семейная карма, что я смотрю, у нее никаких шансов не было выйти замуж. И никаких шансов нет. Когда я сказал, что лучше всего ей просто идти и жить с монахами, ну то есть жить духовной жизнью, ее сердце возликовало. Она мне сказала, что я с самого детства об этом знала. Я всегда знала, что это самое лучшее в моей жизни, так жить. Но почему-то никто мне не говорил об этом, и я сама как бы не понимала, что так можно жить вообще. И она вот такой выбор такой в своей жизни сделала. И она счастлива. Понимаете, поэтому по-разному женщина может выбрать свою жизнь. Счастье, оно не всегда на одной тропинке находится. Но оно есть. В жизни каждого человека есть счастье. Единственное, что нужно знать, что большинство людей не знает, где оно находится. Это может показать только Бог. И знайте, что когда Бог показывает, где счастье, это всегда очень неожиданно. Я для молодого человека сейчас сказал, ему это очень неожиданно. Но это единственный путь, который правильный. Он неожиданный. Поэтому молитва реально дает неожиданное решение, но оно всегда счастливое. Оно всегда счастливое. Поэтому надо молиться Богу. И когда человек молится, он отходит от своей скорлупы, от своего представления вещей. И приходит новое, свежее представление, как жить, которое совершенно непонятно до этого было. Но оно становится потом в жизни реальностью. Эта жизнь большая загадка на самом деле. Не надо думать, что она примитивно должна решаться. На самом деле, мой опыт показывает, что человек, который не берет кредитов, развивается гораздо быстрее, чем тот, который берет кредиты. Потому что когда человек не берет кредиты, как его развитие происходит? Он сражается своими силами. А это значит, если у него один помощник появился, значит, он его не предаст. Потому что этот помощник, когда пришел, когда тебе было трудно, значит, он друг. Ведь все остальные приходят, когда много денег есть, все набегают. Но настоящие люди приходят поодиночке, и когда тебе трудно. Смотрите, один друг — это уже гораздо лучше, чем много чужих людей. Первое преимущество того — не брать деньги в кредит. Второе преимущество. Человек своими силами, когда зарабатывает, вдвоем они начали работать, допустим, своими силами они учатся, как жить на своих силах. Они все деньги рассчитывают очень точно, очень скрупулезно к жизни подходят, и начинают очень к деньгам бережно относиться. Они не пуляются ими. И на опыте таком мелком, на мелком опыте начинают отрабатывать крупные проекты потом. Они сначала пробуют на мелочах все. И пока человек пробует на мелочах, как Бог делает. Когда у человека опыт появляется с деньгами обращаться, он ему еще одного человека дает. Когда у него появляется больше сил, еще одного, и так постепенно создается у человека команда. Я вам рассказываю свою жизнь. У меня сейчас 35 человек, очень верных людей. Но мне Бог давал людей поодиночке. Я никогда не брал кредиты и никогда не пытался вот эти проекты влазить, когда ты много денег куда-то пуляешь. Такого не было никогда. То есть все развивалось постепенно. И я вижу, что это самое лучшее развитие на самом деле. Потому что человек никогда ничего не теряет. Он развивается на своих силах всегда, и у него все самое лучшее ему Бог дает. Поэтому надо понять, что все принадлежит Богу в этом мире. Но мы из-за глупости своей этого не понимаем. Самое первое шлока «Ишапанишат» есть такое произведение ведическое, очень мудрое, глубокое. Там самое первое, что говорится «Ишаваси, Идам, Сарвам». Там говорится «Все принадлежит Богу в этом мире». И если человек это понимает, он в жизни достигает успеха. Понимаете? То есть надо полностью полагаться на Бога, знать, что Бог уже все дал, что необходимо, надо этим жить. И это самая совершенная жизнь. Если человек искусственно что-то пытается создать в жизни, он потом очень сильно от этого страдает. Ну, допустим, мы пытаемся искусственно взять продукты питания. Люди понимают сейчас самые лучшие продукты питания, которые выращены естественным образом на земле. Но большинство продуктов в магазинах искусственно выращенные, искусственно соединенные. И все искусственно, понимаете? Это означает болезнь. То есть они больные все эти продукты. Половина супермаркета болезней. Но самые здоровые продукты, которые сами выросли на земле, это доказывает, что все принадлежит Богу. Если человек по законам Бога живет, у него жизнь совершенная, у него нет проблем. Сейчас люди обнаружили, что самая счастливая жизнь, это когда ты живешь за городом. Почему? Потому что город кто создал? Люди. А за городом кто создал? Бог. Когда ты в природе живешь, ты купаешься в энергии счастья. Когда ты в городе живешь, ты купаешься в испражнениях. Человеческих мыслей, мыслей, все тут как бы пропитано страданием человеческим. Поэтому все самые разумные люди стараются селиться за городом. Почему? Потому что там это место создал Бог. А если человек еще работать может за городом, вообще он счастлив, что ему в город вообще не надо ездить. Но это понять очень сложно. Это надо мне в Москве было пожить 7 лет, чтобы это понять. в чем разница заключается. Да, все принадлежит Богу и жить по законам Бога это верх совершенства. В чистой атмосфере чистое отношение лучше жить становится. Но люди часто хотят больше денег, поэтому они за деньги свою жизнь променивают. Ну то есть у нас всегда есть выбор или больше денег или больше счастья. Мы выбираем деньги чаще всего. Я женат уже 28 лет. Нас дадут двое взрослых детей, свой дом, кредит, своя маленькая фирма с долгами. Ощущение ненужности, ни интереса, ни желания. Отсюда стрессовая ситуация, гипертония и частичная потеря мужской силы. Весной этого года мне приходит письмо от женщины, которую я очень любил 18 лет. Обратно. Наверное, люблю сейчас. Оказывается, ну то есть раньше любил и сейчас люблю. Оказывается, что она всю жизнь ждала меня, искала. Родила сына, чтобы не быть одной и назвала его моим именем. Ей сейчас исполнилось 12 лет. Ему сейчас исполнилось 12 лет. Мы переписывались, потом встретились, поняли, что также любим друг друга. Я стал моложе на 10 лет точно с ней, хотя находимся на расстоянии 2000 километров. Также переписываемся, хотим с тобой встретиться. Понимаю, что не прав по отношению к своей семье. Ага. Не имею права уйти. Но очень не хочу подарить любовь этой женщине и сыну, и ее сыну. Как быть? Остаться в семье и забыть про эту женщину, ее сына. Дело в том, что жизнь очень сложная штука. У нас иногда появляются мечты. На горизонте какое-то счастье появляется. Это счастье имеет природу мечты. То есть мечта человеческая, она безгранична. На фоне этой энергии мечты женщина становится сладкой, ее ребенок сладкий, мои дети и моя жена противными. Но это энергия мечты. Когда люди встречаются, они чувствуют сладкий вкус в отношениях. И они думают, что этот сладкий вкус останется на всю жизнь. Нет. Он уйдет. Ведь когда ты встретил свою жену, у тебя тоже был этот сладкий вкус, ты просто забыл об этом. Сейчас этого сладкого вкуса нет, потому что отношения, если человек не служит отношениям, а ждет любви, то отношения прокисают. Он потом встречает другую женщину, живет с ней, и отношения опять прокисают. И так продолжается бесконечно. Поэтому надо научиться воссоздавать те отношения, которые Бог тебе уже дал. Надо вкладывать в ту женщину, которая сейчас для тебя противна, но ты не понимаешь, что в ней находится твоя карма, и она станет для тебя сладкой, когда ты победишь свою карму. Если ты думаешь, что любовь, это означает что-то внешнее, то есть то, что должно быть дано мне, то это значит, что ты останешься вообще у разбитого корыта. Помните сказку Пушкина? Дурачина ты простофиля, принес бы мне там то-то, то-то от рыбки. Человек пошел к рыбке, она говорит, хорошо, получи и распишись. Потом говорит, еще пуще бронится старуха, еще больше ей надо, она хочет, чтобы ты была вообще на посылках у нее, рыбки этой говорит. Она говорит, ну все, значит пора уже и оставлять ее у разбитого корыта. Знаете, эта сказка, она объясняет, что человеческое ощущение счастья имеет природу мечты. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Есть песня такая? Да не надо верить в мечту, она сама заставляет себя верить в нее. Проблема заключается в том, что люди думают, что любовь означает, что любят меня. Они верят, что настоящая любовь означает, что мне человек очень нравится, и он меня любит, и он мне очень нравится. Вот это значит, что я буду получать, получать, получать всю жизнь и вариться в этой энергии счастья, которая будет валиться на меня. Мне хорошо с тобой и в снегопад, и в дождик проливной. Понеслась. Человек мечтает об этом. Он думает, что это и есть настоящая жизнь. Но это полная иллюзия. любовь настоящая, она соткана из служения. Вот перед тобой твой нелюбимый супруг. Почему нелюбимый? Потому что ты с ним неправильно отношения строил, и отношения уже протухли, они воняют, и поэтому он нелюбимый. Вот вся причина. Но этот человек может подарить тебе настоящую любовь. когда большинство из вас вообще в это не верит, потому что есть только отрицательный опыт отношений. Кто-то считает, что возможно, но не у меня. А кто-то победил свою семейную жизнь и счастье испытывает прямо сейчас. Но это очень мало людей. Поднимите руки, пожалуйста. Вот видите, из вашего зала всего 10%. Так вот, хочу вам сказать, другого варианта не бывает. Потому что Бог дает близкого человека. А мы, но он нам также дает приманку еще. Мы можем верить в мечту. Приманка есть, она разрушит полностью жизнь. Это факт. Сто процентный факт. Как разрушиться жизнь в плане вот этой девушки? Эта девушка тоже мечтатель, я ее вижу. Она женщина имеется ввиду, она живет с ребенком, и она также разрушила свои отношения с мужем, потому что она все время мечтает. Она все время мечтает о каком-то другом человеке, который как принц на белом коне, ее заберет от этих отношений, которые у ней сейчас есть. И вот так в этой иллюзии, грезах она всю жизнь свою провела. грезы она вела этого человека, который поддался на эту провокацию. Когда они вместе встретятся, проживут немножко года полтора, я вижу, и дальше она начнет опять быть в грезах по отношению к другому человеку. И так она обманет и себя, и его, и свою жизнь, и его жизнь. А у этого человека, у него очень хорошая, порядочная жена. Она капризная немножко, обидчивая, но она порядочная, хорошая. Она никогда не изменяла. У него хорошие дети. Один в него, другой в жену, два ребенка. этот человек на самом деле не вложил нужные силы в отношения, не служил своим детям, не заботился о семье, всегда мечтал в своей жизни тоже о счастливой любви, которая должна ему достаться просто с неба. На самом деле, вот любовь эта заложена в этой семье. Надо просто начать ей служить этой семье, заботиться о ней, сражаться за свое счастье, бескорыстно служить этой семье, и потом постепенно в виде благодарности из сердца детей и жены придет любовь в отношении. И она придет неожиданно. Любовь настоящая имеет природу верности. То есть, когда появляется человек, служит близким, первое, что проявляется в их сердцах — благодарность. Когда благодарность начинает исходить из их сердец, постепенно человек начинает чувствовать, что в них есть любовь по отношению ко мне. И у него начинается вера в своих близких. Он уже думает, «Я не буду их бросать». То есть, первое чувство — это чувство благодарности. Потом появляется ощущение покоя. То есть, человек в семье чувствует, мне в семье хорошо, я отдыхаю, никто со мной не ругается, у нас хорошие и спокойные отношения. Это второй признак любви, что ты вкладывал силы, и признак любви второй — это спокойно в семье стал. Третий признак любви в семье — это верность. Появляется ощущение верности сильной. Четвертый признак — уважение. То есть, люди начинают глубоко уважать в сердце друг друга. И пятый признак — это искренность. Отношения становятся глубокими и искренними. Но это уже развитая любовь. Это результат борьбы за свою судьбу, глубокой борьбы. Большинство людей верят только в мечту, поэтому бороться ни за что они не хотят. Они думают, что счастье должно в жизни прийти на тарелочки в виде того, что человек будет и любим мной, и любить меня всегда. И это просто дается как природой, когда ты в спортлото выиграл, то есть ты схитрил, нашел себе получше человека, который будет тебя сладко любить всю жизнь, и всю жизнь сладко любим будет тобой. Так вот, знайте, что энергия любви, такой вот, именно такой любви, она имеет природу угасающую. Почему? Потому что это подарок. Этот подарок дается только при первой встрече. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Вот это вот чувство вот отсюда возникает. Это просто подарок и все. Это такая любовь, она может длиться несколько месяцев, может год максимум, и она заканчивается. Все, ее больше не будет. Если когда-нибудь в жизни ты почувствуешь этот сладкий вкус другой женщины, когда уже у тебя есть семья, дети, это значит, что это сыр в мышеловке. Это сто процентов, сто процентов, не девяносто девять. Это значит, что тебе голову прищемит потом. когда ты этот сыр укусишь, тебе крясь и будешь плакать потом, потому что у тебя дети останутся без отца, жена больше к тебе возвращаться не захочет, верные люди, когда от них уходят, они уже назад дороги не видят. Дети останутся, дети тебя любить не будут, ты будешь жить с чужим ребенком, который будет равнодушен к тебе, и эта женщина она будет мечтать о другом. Вот твоя дальнейшая жизнь. Поэтому надо себя придушить жабу, жабу, которая думает, что можно счастье дешево так получить, бросив свою семью. Надо жабу в своем сердце задушить, и тогда человек становится счастливым. Но это надо силу применить внутренне. Знание вы уже получили, как стать счастливым. Теперь надо силу применить. попробуйте понять, что такое любовь. Это подвиг надо совершить. Надо служить близким людям, верить в это служение. И у них сердце, когда благодарность пойдет, вы увидите, что настоящая любовь, она с близкими людьми строится на самом деле. И она имеет божественную природу. Какой противный человек тебе не был, насколько бы ты не верил, что с ним возможно любовь, если ты ему искренне служить начинаешь, ты тебе любовь. Вот этот противный нехороший человек редиска подарит тебе любовь. У меня вопрос по проблеме сына. Ему 20 лет, учится на втором курсе университета в Шотландии. Месяц назад его стал беспокоить синдром беспокойных ног. То есть теперь перед сном его ноги вибрируют и не дают спокойно заснуть. Это не с ногами связано. Связано с тем, что в голове на определенном энергетическом уровне, на уровне влияния на мышцы есть очень сильная энергия воздуха, которая бьет в ноги и в них возникают судороги. Это лечится с помощью масляного массажа. Если правильно подобрать масло и мазать голову этим маслом, то ноги расслабляются и все, и болезнь заканчивается. Видите, он от этого не может спать, а именно энергия воздуха усиливается под луной. Это еще раз доказывает то, что я сказал. Поэтому надо лечиться просто. Можете просто дать в левую назрю нюхать масла разные ребенку. Если он скажет от масла идет приятный свежий запах, значит оно точно ему не навредит. Надо мазать все тело. Опять же определить, как определить, когда мазать. Надо утром и вечером дать ему понюхать. Если утром теплее запах, а вечером свежее, то надо вечером все тело мазать и ложиться спать ему. А если допустим утром свежий запах от этого масла, то тогда утром мазаться, а вечером и потом через час смывать где-то масло. А лучше приехать и полечиться, не париться. Можно самим вылечить вот таким образом, подбирая все. Скажите, пожалуйста, что мне делать, если все время анализирую каждое свое действие? Дальше можно не читать. Я могу ответить на ваш вопрос. Если вы все время анализируете каждое свое действие, это значит, что у вас очень сильный ум и слабый разум. Потому что, когда человек живет с позицией на умственной платформе, он постоянно пытается сам контролировать всю ситуацию жизни. А если у человека сильный разум, то он отдает контроль Богу. И ему правильное решение приходит само. Вы знаете, есть два типа воинов, которые сражаются. Одни из них пытаются все рассчитать, и поэтому они проигрывают. А другие они сражаются с Богом в сердце. И правильное решение в долю секунды приходит их в сердце. Ну как можно рассчитать, когда стрела летит в тебя, как можно рассчитать, куда уворачиваться. Надо просто уворачиваться, понимаете. Некогда считать. И это понимание, что надо уворачиваться, дает ощущение, которое живет в Боге. Настоящие сильные воины, они видели стрелу затылком. Почему? Потому что они настолько на Боге были сосредоточены во время сражения, что они чувствовали все вокруг. Не только там то, что глазами видно, а вообще что происходит везде. И от этого ощущения нельзя отвлекаться. Надо полностью выполнять свой долг, надо сражаться, надо чувствовать все вокруг, и надо ни в коем случае не думать о себе, о том, что будет со мной, смогу я победить или нет, об этом думать вообще нельзя. Нужно просто сражаться и сконцентрироваться вот здесь на сердце, что оно будет говорить. Все, так действовали настоящие воины, победить невозможно. Невозможно ничего сделать, потому что он все знает. Его с ним ничего не сделаешь. Но люди, которые включали ментал во время сражения, как только они включали ментал, сразу прилетало в этот момент. Потому что человек сам не может контролировать поле битвы. Откуда прилетит, он не поэтому есть люди, которые живут на платформе разума, и они очень смелые, сильные и счастливые в жизни. И есть люди, которые живут на умственной платформе, они постоянно думают, как жить, все боятся. Страшная жизнь. Как жить на платформе разума? С утра садиться и молиться. Что такое молитва? Делительность разума, постоянное движение к счастью. Что такое молитва? Ты пробиваешь к энергии счастья, пробиваешь себя. Когда ты с энергией счастья сконтактировал, то сразу же немедленно в этот момент ум успокаивается, потому что он хочет только счастья, ему больше ничего не надо. Ум успокаивается, означает, что тебя больше никто не несет мыслями. И в этот момент немедленно человек чувствует, как правильно поступать. Все. У него есть в сердце уже решение. Потом жизнь доказывает, что это так. Вот такая методика очень простая, как надо жить. Но начать молиться очень сложно, потому что человек не дает ум. Он говорит, надо думать, зачем молиться. Как один человек разумный подошел к рабочему и говорит, слушай, почему ты все время работаешь на этой тяжелой работе? копаешь, таскаешь кирпичи целый день на своей голове. Ну ты возьми, что-то изучи, ремесло какое-то простое освоить, чтобы тебе легче жить, легче работать. Он сел, начал изучать ремесло и думает, какое ремесло изучать? Надо кирпичи таскать, иначе вообще денег не станет, на жизнь не будет. Я так мало получаю, еще сейчас буду сидеть изучать. Надо кирпичи таскать быстрее, иначе с голоду помру. Взял кирпичи и начал дальше таскать кирпичи. Почему? Потому что у человека нет сил совсем действовать с позиции разума. Это значит, что он будет жить очень несчастно. Он будет упахиваться, умучиваться всю жизнь. Надо хотя бы чуть-чуть понять эту формулу, что когда человек живет с платформы разума, он молится каждый день. Что происходит с ним? Его характер улучшается, его отношения с людьми улучшаются, его понимание жизни улучшается, у него представление жизни улучшается, карма облегчается. Чем чище характер человека, тем в высших, более высоких сферах он общается. Это значит, что меньше надо работать, меньше напрягаться в жизни и легче будет в жизни все иметь. Но жадность человеческая не дает даже пять минут помолиться. Говорит, давай готов пищу, зачем молиться? Люди на работу опаздывают. Понимаете? и значит будет снова опять та же самая жизнь, которая была. Ничего не поменяется. Поэтому надо победить себя. В какой-то момент надо заставить сесть перед изображением, перед алтарем, забыть про все и начать новую жизнь с позиции разума. Называется разумное существование. Я, конечно, почитаю это длинное письмо, но я не думаю, что я что-то еще могу по поводу него сказать больше. Я просто почитаю. Естественно, после небольшого анализа получается, что я все делаю, чтобы мне стало самой было лучше, конечно. Я понимаю, что это моя жадность, мой эгоизм. Стараюсь что-то делать, чтобы избавиться от этих качеств. С начала года с удовольствием слушаю ваши лекции. Начала каждое утро желать всем счастья. Видите, деятельность разума пошла. Потом постепенно стала читать молитвы, перестала кушать мясо и рыбу, стараясь выполнять свои обязанности дома. Вообще классно. Изменения, конечно, происходят. Конечно, происходят. А хотелось бы быстрее. Сначала перестала спорить с мужем, обижаться на него, стараясь проявлять ему уважение. За предыдущие 20 лет совместной жизни он этого точно недополучал. Постепенно у него пропало желание допростить меня муж за подробности заниматься сексом каждый день. Так и есть. Если женщина дает любовь мужчине, то он из нее не вытягивает, не вымучивает. Он успокаивается, ему и так хорошо становится. Понимаете? Пока это желание у него присутствовало, каждый вечер постоянно себя контролировало, изоблачая в себе малейшее желание наслаждаться мужем. Это было утомительно. Это человек не живет с позиции ума. Смотрите, карма меняется очень быстро. Но самое страшное, что тепла в наших отношениях не добилось. Ну и все еще впереди. я не знаю, как его расслабить дома. Поэтому после работы и выходных вначале едет заниматься спортом. Ну и слава Богу, вам же легче, когда он спортом едет. Когда возвращается домой в 9-10 вечера, вот тогда выхлопните на него столько любви, сколько есть. Он отдыхает, уединившись с бокалом коньяка, а потом у телевизора. Надо прокрасся в комнату, сесть рядом с мужем, смотреть вместе с ним телевизор, лать его по голове и говорит, мой хороший, какая хорошая передача. И так передавать ему через телевизор энергию любви. С справедливости ради надо сказать, что часто ему надо работать именно поздним вечером, заниматься при этом умственным трудом. Я слава представляю, как он выдержит, потому что сама в 10 вечера уже совершенно тут смазана. Я стал пытаться обращать его внимание на то, что алкоголь хоть и в умеренных дозах, но каждый день это не самое лучшее занять. Правильно, надо говорить очень ласково об этом, потому что когда ласково говоришь, у мужа потихоньку это откладывается в голове, и потом он начнет это изучать и поменяет свою жизнь. Но если ты давишь на него эту информацию, он никогда этого делать не будет. Он не хочет говорить на эту тему, понятно, что же он будет хотеть. Последний раз, хоть я и говорила, как мне кажется очень мягко, он рассердился, перестал разговаривать, значит не мягко говорил, давило. С утра желаю всем счастья, было ощущение, что мне ничего не хочется. От него, ну что-то вообще, как с этим бороться? Не надо ничем бороться, вы идете правильным путем, просто вы очень жадные, поэтому много хотите сразу. у вас уже жизнь поменялась. У меня как-то одна девушка ко мне подошла с двумя детьми и начала очень жаловаться на мужа, говорит, я так работаю над собой, все меняюсь, а этот мужик совершенно непробиваемый, я устала, уже не знаю, что с ним делать. Я говорю, вы молитесь? Она говорит, я два часа в день молюсь, молюсь и не ем мясо и все прочее. Потом я говорю, вы придите, пожалуйста, к своим мужем. Она говорит, это невозможно, он не пойдет. все-таки пришла с мужем, двое детей, она с мужем пришла. Смотрю, мужчина стоит такой, она как бы там такая, муж такой стоит, такой смотрит на меня. Я говорю, в чем же такая проблема в нем? Она говорит, как какая проблема? Я два часа молюсь, а он полчаса всего. Я говорю, первый бросил мясо, он второй. До него доходит все очень туго. Я говорю, скажите, спасибо вообще, что он молится, что он бросил мясо есть. Мужчине это гораздо тяжелее, чем женщине сделать. Она такая смотрит на меня. Что, вы хотите сказать, что он развивается, как надо? Я говорю, ну вы молодец вообще. Вы же, он же не женщина. вы с женщиной хотите жить, она бы все быстро развивалась и быстро бы бросала так же, как вы. Она бы одним увлекалась, потом другим через каждые полчаса. Ведь лучше с мужиком жить, который потихоньку все меняется. Стабильность какая-то в жизни будет. Она такая смотрит, да, говорит, лучше с мужиком. У меня все меняется постоянно. Успокоилась, пошла. Понимаете, лучше-то с мужиком жить. А означает, что он будет вот такой упертый. Любовью можно его растопить, любому мужчину. Надо просто тренироваться и все. Объясните, пожалуйста, смысл христианской традиции на Пасху варить и бить яйцами. Если все продукты животного происхождения вредны, почему церковь это одобряет? Какой смысл мне об этом с вами говорить? Если вы не проникли с любовью к православной церкви, ну или еще там какой-то, я не знаю, то вы с помощью моих слов и не проникнетесь к ней любовью. А ругать церковь я не хочу, потому что счастье в моей жизни от этого тоже не прибавится, и тем более в вашей. Поэтому какой смысл на эти ритуалы обращать внимание? Если вы не православный человек, так и забудьте, пускай люди живут как могут. А если вы православный человек, так и радуйтесь, что у вас есть какие-то традиции вообще остались. Потому что в некоторых верах вообще никаких традиций не осталось. Настоящий православный человек никогда не будет хулить свою веру. Если ему что-то не нравится, он не будет делать, но он никогда не будет злиться на свою веру. Всегда будет ее только любить. Если у вас нет любви к какой-то вере, найдите какую-то веру в себе, которая у вас есть любовь, но никогда не думайте плохо о других верах. Люди как могут все к Богу идут, как могут. Дайте им возможность идти к Богу, не надо их ругать за это. Меня волнует жизнь дочери. У нас была нормальная семья, дочь единственный ребенок. К сожалению, два года назад мой муж умер. Дочь живет отдельно, самостоятельно, 20-24 года у нее были отношения с мужчиной на 6 лет старше ее. Это хорошо. На 6 лет старше, 7 до 10 лет очень хорошо. На мой взгляд, отношения были скоропалительными, несозревшими и не принесли ей счастья. Если вы не дали ей знания, как строить отношения с мужчинами, у ней будут отношения строиться, как она может их строить. И нет смысла это обсуждать. Через несколько времени она стала строить отношения с девушками. сейчас уже два года живет с одной девушкой. Не могу понять эти отношения, не знаю, как реагировать на них. Что можно сделать, чтобы помочь ей вернуться к нормальным отношениям с мужчиной, для создания семьи, рождения детей. Надо понять, что женщина строит женщинные отношения по той причине, что у нее очень тяжелая карма. Она не переносит мужскую энергию. На самом деле, для женщины мужчина это всегда стресс. Женщине переносить мужчину рядом с собой всегда очень тяжело. Это аскеза. И поэтому из-за этой аскезы ее характер становится лучше, она развивается как личность и становится чище, возвышеннее, сильнее. Мужчине жить с женщиной тоже очень большая аскеза. Поэтому рядом с женщиной он развивается, крепнет, становится лучше, и у нее появляются духовные силы. То есть жить мужчине с женщиной вообще очень тяжело. И так как люди, не имея вообще силы, некоторые люди настолько греховную карму имеют в семейной жизни, что у нее вообще нет никаких сил жить с противоположным полом. И они начинают жить с одним полом вместе, заниматься сексом однополым, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Что это значит? Это значит, что они деградируют. Потому что когда они к таким отношениям начинают привыкать, дальше им войти в семейную жизнь становится очень тяжело, очень тяжело, практически очень трудно. Что делать родственникам в такой ситуации, когда, допустим, девушка начала с девушкой жить? Ну что можно делать, если ты никогда не контролировал свою дочь, и сейчас ты ее не сможешь сконтролировать, потому что если бы она слушалась родителей, она просто от того, что слушается родителей, никогда бы это делать не стала. потому 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 что если человек слушается родителей, голос совести у него в сердце живет, и он никогда не позволит себе совершать такой поступок жить с однополым человеком. Все. Но так как девушка всегда рослась бесконтрольная, ты никогда не могла с ней отношения установить. Теперь она этот результат такой жизни, что она стала вот так жить. Ну и хорошо, пусть живет как может. А что делать? Надо молиться, надо начать духовной практикой заниматься и понять, что мы не можем контролировать этот мир своих детей, своих родственников. Мы даже себя контролировать не можем, не то, что кого-то другого. Поэтому надо просто принять вот жизнь как есть. Вот такая слава Богу, что жива, слава Богу, что не наркоманка, не спилась, просто живет с женщиной. Она несчастный человек и так пытается любовь строить с человеком, с которым любовь строить не надо. Но что делать теперь из этого? Надо просто принять это и любовь давать своей дочери. Чем больше ты любви ей дашь, тем больше она трезвеет. Попытайся, надо попытаться ей давать лекции, не хватает знания просто. Надо ей давать лекции, пытаться, пускай мои лекции может послушать. Начнет слушать лекции, больше шансов ей выбраться. Самой не надо ей ничего объяснять, еще хуже будет. Надо давать лекции человеку, который может переварить ее карму с помощью любви, заботы. Она будет слушать, слушать лекции, может быть не мои. Вот Сергей Аваков приедет, у нее очень мягкий голос, может его дать лекции по своим психолог. Будет рассказывать, объяснять, она будет слушать лекции, и постепенно ее жизнь наладится. Через знания человек налаживает свою жизнь. Вы же тоже через знания налажите свою жизнь. Так и она может только через знания наладить. Но когда родители начинают переживать за своих детей, мучиться, страдать, дети от этого тоже страдают. И жизнь у них хуже становится. Ко дну родственники идут все вместе хором. Если мать начинает страдать, она тянет за собой детей, всех родных, еще мама ее, или бабушка, или еще кто-то заболеет под эту дудку. Почему? Потому что у родственников энергия психическая одна, как один шар такой, понимаете? Они могут жить не вместе, но энергия шариком живет одна. Если ты начинаешь страдать, значит все остальные тоже пойдут ко дну вместе с тобой. Что делать? Садиться и просить помощи у святых людей. Сражаться за свою судьбу. Тебе станет легче в сердце, значит дочери тоже станет легче. Чем ей легче станет, тем она трезвее будет. Чем она трезвее будет, тем больше шансов, что она уйдет от такой жизни. Все. Таков закон. Если ты страдаешь и она так живет, это значит ваша общая карма. И надо вдвоем с ней сражаться. Это не карма дочери. Я хочу помочь моей дочери. Да ты себе хочешь помочь. Потому что когда дочери станет лучше, тебе тоже станет легче. Ты себе хочешь помочь. Потому что так как дочь не выполняет мои желания, поэтому я и страдаю. Но надо просто сесть и молиться. Потому что если ты хочешь дочери помочь, не надо терять ни секунды времени для этого. Надо просто прямо сейчас это молиться начинать. Если ты хочешь дочери помочь, а вот если ты себе хочешь помочь, ты будешь страдать от того, что она с кем живет, все, подумайте над этим. У меня возникла такая проблема. В прошлом году я ради профилактики пошел на фиброгастроскопию. Там мне сказали, что у меня пищевод барета, то есть что есть больше возможности рака. До этого я чувствовал себя плохо. У меня были постоянные сжоги, кашель от кислоты. Мне лечили астму. Сейчас, когда я более-менее правильно ем, пью лекарства, у меня все в порядке. Но появилась мысль, которую не могу прогнать. Мысль о раке. Надо подойти ко мне просто. Я за секунду скажу, есть рак или нет. И все, мысль закончится. Или есть предосположенность или нет. Но судя не потому, что идет кислота, это значит, что предосположенность есть. Это на самом деле возникает от чего? Энергия Марса имеет очень горячую природу, и у человека постоянно лишняя энергия огня. Энергия огня продуцируется во второй половине дня. Поэтому охлаждаться человек тоже должен во второй половине дня. надо после где-то двух часов дня начинать есть фрукты охлаждающие, овощи охлаждающие, масла охлаждающие, все охлаждающее. И тогда кислота не будет продуцироваться в пищеводе. Первой половины дня она не продуцируется по-любому, а жар в теле накапливается вечером. Если у вас жар идет в желудок в пищевод, и это в виде кислоты поднимается, ну ешьте, пейте мяту вечером. Есть охлаждающие продукты, есть нагревающие. Надо это изучить. У меня в лекциях это есть. Изучайте. Яблоки охлаждают, груши охлаждают, апельсины нагревают, помидоры нагревают, и так далее. Изучите все это и питайтесь охлаждающими продуктами. И у вас не будет изжоги. Есть специи охлаждающие нагревающие. Фенки леонис, кардамон, они охлаждают. Красный перец, черный перец, мускатный орех нагревают. И так далее. Меня зовут Александра. Хотела бы обратиться к вам за помощью. Мой молодой человек очень часто обманывает, даже по мелочам, и не только меня. Пожалуйста, подскажите, что должна воспитывать и улучшать в себе, чтобы у него не возникло желание соврать. Понимаете, у мужчины, когда склонность к обману, это проявляется у женщины в виде мягкости характера. Это тоже обман на самом деле. Когда женщина знакомится с мужчиной, и она видит, что он как-то так себя ведет странненько. То есть может посмотреть на кого-то и сказать, что ни на кого не смотрел. Она ему как бы думает, ну все нормально, он хороший, просто так прихидывается. Называется мягкость характера. Тоже обман. То есть женщина в отношениях обманывает себя, то есть она закрывает глаза на поведение мужа, а мужчина обманывает потом в жизни. Ну то есть что надо менять в себе? Надо внутреннюю строгость развивать. То есть надо себе говорить, что я не хочу закрывать глаза на жизнь. Я хочу видеть все как есть, принимать все как есть и сражаться за настоящую жизнь. Только строгость может победить, строгость внутренняя и внешняя может победить обман. Обман побеждается с помощью строгости. Если женщина начинает строго себя вести в жизни, она не мягко характерная становится, а строгая, то мужчине придется не обманывать, потому что он будет в тисках в определенных психических. Ему такие тиски нужны. У меня в команде есть один молодой человек, который всегда врет. И мы все руководители решили с ним вести себя строго очень. и жену подговорили. Все начали с ним себя вести строго, он врать перестал. А что делать? Жить как-то надо. Ну, просто человек не может не врать, мы ему помогли. Вот и все. Но он почему нас врал, потому что мы, видно, тоже врали в прошлых жизнях когда-то кому-то. Поэтому там так себя ведет. Не могу справиться с аллергией, начавшейся два года назад. после поездки в республику Доминиканы. Чем может заключаться причина? Сейчас объясню. Бывает так, что люди имеют плохой контакт с энергией солнца. Но так как им хочется побалдеть где-нибудь в Рео Де Женере. Они понимают, что это для них убийство. Они чувствуют, солнцем немного не надо. Вообще это лучше мне в теньке жить. Но в Рео Де Женере хочется, потому что там балдеж. Хорошо. Получила свой балдеж. И дальше срыв произошел в организме и началась аллергия. Что надо делать? Охлаждать тело. Надо мазаться мазями. Есть, допустим, русская фирма Доктор Мом такой мятный крем. С мятой крем надо обмазывать тело. Есть сандаловые мази, мятные мази. Есть охлаждающие масла, типа виноградного масла, льняного масла, которые охлаждают тело. Надо охлаждать тело. Постепенно лишний жар уйдет, надо правильно питание выработать и постепенно все успокоится. Если не сможете, приезжайте, поставим ветки, все пройдет. Это несложно сделать. Расскажите, из-за каких качеств люди рождаются и живут на латвийской земле? Или приезжают сюда и живут здесь? Почему многие уезжают отсюда, особенно молодежь? Какая хорошая карма и плохая? Вы знаете, сейчас тяжелый период жизни Латвии, поэтому все, кто не устроен, старики, дети, стараются отсюда уехать, потому что им тяжело зарабатывать, потому что сейчас реально тяжело зарабатывать в этой стране. Но когда пик тяжелой кармы уже закончился, и сейчас она начинает улучшаться, это улучшение кармы в вашей стране пойдет, в результате вы увидите, когда карма начнет улучшаться. я вам говорю по секрету, она начнет улучшаться, когда начнут развиваться отношения с восточными странами, потому что Латвия получает по ее судьбе, получает свои деньги от востока и тратит их на западе. Почему денег сейчас нет, потому что Латвия закрыла восток, а запад оставил, в результате все деньги и люди утекли. понимаете? Когда восток откроется, все опять начнет вращаться нормально и будет нормальная жизнь. Все. Для того, чтобы восток открылся, правительству нужно дойти до определенной степени, чтобы понять, что гордость не способ жить. Все. Когда это произойдет, а уже это произошло, потихоньку сейчас инвестиции пошли с востока приходить в страну и кризис уже в принципе миновал. То есть сейчас идет улучшение уже. Оно пойдет дальше развиваться. Вот увидите. Самое тяжелое время было это лето, в котором вы жили. Самое тяжелое экономическое время. Сейчас уже пошло улучшение. Вы его еще не видите, но оно уже есть. Почему люди уезжают? Потому что люди не обустроены всегда, им тяжело, когда тяжелая карма у страны, им тяжело служить? На эту тему нет. Я сейчас еще не ответил на этот вопрос. Вот смотрите, второе, кто в Латвии живет? В Латвии живут люди, у которых очень чувствительная психика. То есть у них очень сильная энергия Венеры. Это означает, они любят людей, любят все вокруг. То есть они хотят сделать, чтобы жизнь была счастливой. Они очень аккуратные и заботливые по природе. Но они также имеют не такую сильную волю, чтобы преодолеть свои страдания, свои трудности. То есть в Латвии живут люди, которые очень интуитивно, чувствительно воспринимают мир. Они склонны к знанию, к образованию, к работе над собой. Но у них есть несколько недостатков. Первый недостаток склонность к половой распущенности. То есть очень тяжело контролировать половую энергию. Первый недостаток, от которого латыши страдают, этого семьи рушатся. Второй недостаток это сильная привязанность к близкому человеку. Она тоже рушит семью, потому что хочется им наслаждаться, а не служить ему. Когда латыши победят в себе половую распущенность и сильную привязанность друг к другу, то семейная жизнь их станет счастливой. И в Латвии также из-за того, что люди очень интеллектуальны, в Латвии также эта интеллектуальность дает им определенную гордость по отношению к остальным людям. Когда латыши победят гордость гораздо богаче, русские. Потому что даже сейчас, когда экономики никакой нет, латыши умудряются при этом не умирать с голоду. Если бы в России сейчас такая экономика была, все бы давно лежали под бревнами, уже похороненные. А вы видите, как-то живете, вообще удивительно. Почему? Потому что народ трудолюбивый, народ добрый, народ отзывчивый, интеллектуальный, народу не хватает в семейной жизни способность победить половые желания, не хватает в общественной жизни способность развить себе смирение по отношению к другим людям. Не гордость собой, своей нации, смирение, понимаете? Когда это произойдет, сразу будет счастье в экономике, в общественной жизни, везде. Потому что у вас все есть, у вас талантливая нация, вам нужно просто смирение и все. Это мое понимание, может быть у вас другое, ну-ка так или иначе, я сказал все, что знал на эту тему. Моего сына серьезные проблемы с деньгами, у него большие долги, он взял большие кредиты в банках под залог, недвижимость, отдавать сейчас у него нет возможности, он должен многим своим знакомым. злух дальше читать нельзя. Хорошо, вот женщина как бы пишет, что она молится каждый вечер и все прочее и говорит о том, что есть такое понятие, как родовой грех. Нет, вы ошибаетесь. Сын не расплачивается за грехи предков, никто никогда не расплачивается за грехи предков, все расплачиваются только за свои грехи. Но в этом мире все очень закономерно и сложно устроено. На самом деле здесь все устроено таким образом, что когда человек рождается в каком-то роду, то грехи родственников всех предыдущих похожи на грехи этого человека. Поэтому понятие родовой грех существует не в том плане, что ты как бы расплачиваешься за грехи родственников, а в том плане, что твои грехи ты не зря в этот род попал в этой жизни. Твои грехи похожи на грехи родственников. Поэтому человек всегда расплачивается только за свои грехи. Эта женщина уже начала молиться, и поэтому она на правильном пути. Я вам могу сказать точно, что когда вы в вашей молитве отвлекетесь от своего сына и посвятите свою жизнь святому человеку, когда вы начнете кланяться ему ради него, а не ради себя, и ради выполнения его наставлений, когда вы начнете кланяться ему, забыв про себя и про своего сына, когда вы энергию счастья от него почувствуете, когда вы будете в нектаре купаться любви к этому святому человеку и хотеть всю жизнь выполнять его наставления, и эти наставления рассказывать другим, когда вы в такое состояние войдете, тогда нет такой силы в этой мире, которая могла бы быть сильнее вашего этого состояния. Если вы сможете в такое состояние войти в отношениях со святым человеком, то у вашего сына, какой бы ситуация сейчас ни была, все начнет поправляться, и он выйдет из этой беды. Но если вы будете думать хоть немного о том, чтобы лучше стало вашему сыну, тогда, несомненно, с помощью молитвы вы ему будете помогать, но не настолько сильно, чтобы его жизнь совсем уж сильно глубоко поменялась. По крайней мере, вы его молитвой спасете от большой беды в этом случае. Поэтому есть два способа молиться. В одном способе человек отвлекается от своей материальной жизни и служит святому искренне, а энергия Бога решает все его проблемы жизни, и его родственников тоже. А во втором случае человек жадный, не может отвлечься от своей проблемы, и он постоянно хочет, чтобы святой помог ему. И эту помощь он тоже получает, но не настолько сильную, которая бы совсем изменила всю жизнь. Понятно, да? То есть она спасает от беды просто такая помощь. Поэтому в любом случае молитва помогает. Вопрос заключается в том, насколько вы можете в этой молитве молитве отвлечься от себя и начать служить Богу. Служение Богу означает думать не на себе, о наставлениях святого человека, о Боге думать. А если он живой, этот человек, то думать о его здоровье, заботиться мысленно, желать ему здоровья и счастья святому человеку, а не себе. И тогда Бог встает на защиту такого человека бескорыстного, который посвятил себя святости в своей жизни. Не думайте, что я это придумал. Я, во-первых, проверяю это на своем пути жизни, а во-вторых, это написано в Писаниях священных. То, что я вам сейчас сказал. Вопрос. У нас с мужем нет детей. Под какой причиной в семье может возникнуть такая проблема? И что делать, если официальная, неофициальная медицина не помогает? Приезжайте к нам. Будем лечить. Я могу раскрыть как бы все причины. Первая причина — жизнь в городе. Когда женщина живет в городе, у ней психика сильно напрягается, потому что женщина, она на самом деле вынашивает ребенка не одна. Женщина вынашивает ребенка с помощью энергии земли и с помощью энергии природы, пространства, энергии деревьев, энергии солнца, энергии земли. Поэтому женщина, когда она беременна, она хочет быть на природе. Ее тянет из дома, она хочет гулять по России, она хочет быть в природе, потому что сама способ вынашивания зависит от контакта с природой. Поэтому женщина, когда живет в городе, ее напрягает эта атмосфера очень сильно. Поднимите руку женщины, которым в городе хорошо, которых атмосфера города не напрягает. Поднимите руку. Вот две женщины. А теперь поднимите руку женщины, которых атмосфера города напрягает. Вот посмотрите в зал. Видите? Женская природа не предназначена для жизни в городе. Поэтому часто женщины, которые живут в городе, им очень трудно зачать детей. Потому что психика напряжена. Вот в этой причине. Я говорил с одной женщиной, которая занимается вопросом бесплодия. Она говорит, абсолютная статистика заключается в том, что когда семья выезжает на природу, обычной местности, близкой местности, хотя бы на месяц, и просто там живут, то у них ни с того ни с сего начинается ребенок. Поднимите руку, вот так произошло. Здесь ни у кого. Но вообще как бы так часто бывает. Допустим, у вас бесплодие. Вы выезжаете на природу, просто там месяц живете, и попытаетесь зачать ребенка, и у вас зачатие происходит в этот момент. Почему? Потому что естественно среда создается для женщин. Вот и все. Это первое, что я вам хотел сказать. Второе. Часто бывает так, что женщина в результате неправильного образа жизни или плохой кармы не может просто по судьбе зачать ребенка, и ей не надо ждать. Надо ехать лечиться методами, которые связаны с энергией природы. Эти методы должны быть связаны с человеком, который понимает, как это действует. Это может быть йога. Допустим, поехать и на природе позаниматься йогой где-то, пройти тренинг. Это может быть просто здоровая жизнь. Поехать и полечиться натуральными методами какими-то. Очищение организма, питание правильное. Есть много клиник по всему миру, которые так лечат очищением организма, правильным питанием, здоровой жизнью, природой. Или люди лечатся энергией солнца, энергией воды, энергией земли. Я знаю такой, что энергия земли ближе всего к зачатию. Это самая важная энергия для зачатия женщины. Поэтому ходить по земле с женщиной очень важно для зачатия ребенка. Я знаю такой случай. Часто аэровидические врачи закапывали женщину возле моря, но возле воды закапывали в песок, для того, чтобы у ней энергия зачатия восстановилась. Потому что энергия зачатия связана с водой и землей, с двумя стихиями. Если при этом мягко солнце светит, женщина лежит вся в песке, в грязи, и возле воды, возле моря. Если она достаточно много времени проводит, то у ней как бы возбуждается женская природа, и она начинает уже потихоньку готовиться к зачатию. Вот так вот. Это не значит, что вы сейчас зимой поедете туда, гальку себя зароете. Это надо летом делать, когда тепло. Часто для зачатия женщине не хватает энергии солнца, особенно в таких вот странах. Надо как-то получать энергию солнца, мягкого солнца. Не надо слишком в жаркие страны ездить, потому что это вышибает опять гормональные функции. Ну, съездите там, где солнце помягче. В какую-нибудь, допустим, Болгарию там, или еще куда-нибудь, в Италию. Ну, где есть больше солнца, побудьте там какое-то время, почувствуйте себя получше, и уже легче зачать опять. Женщины не зачинают, не могут зачать от того, что они часто, от того, что они слишком много работают. Если женщина чувствует, что она устает сильно на работе, она не зачнет ребенка, потому что женщина должна работать столько, сколько ей хочется для того, чтобы зачинать. Потому что если она работает больше, она чувствует через силу работы. Это значит, что ее энергия зачатия будет на эту работу уходить дальше. Все. Следующая причина. Когда женщина не хочет служить своему мужу и людям, она очень эгоистично настроена, она никогда не зачнет. Потому что энергия зачатия связана с энергией служения. Вообще ребенок женщине дается, потому что она может служить. Ну как вот женщина, которая не может служить, зачем ей нужен ребенок? Что она с ним будет делать? Ведь ребенку-то надо служить. Понимаете? Поэтому женщина, которая не подготовилась к служению людям по-женски, у нее женские гормоны не работают как надо, поэтому она не может зачать. Вот я чисто как бы психические причины вам перечислил. Если не можете сами с собой справиться, приезжайте, будем лечиться. У нас есть хорошая школа готовить, помогать женщинам в этом плане. В августе вы сказали, что экономическая ситуация в Латвии уже начала улучшаться. А сегодня, что все очень плохо. Поясните, пожалуйста. Я уже пояснил. В августе вы сказали, что надо работать над той работой, которая есть на данный момент. Повышать профессиональное мастерство и так далее. Когда придет время, лучше работу получишь. То есть появляется смирение. Сегодня говорите, что не надо привязываться к работе, к стране и так далее. Хороший вопрос. Смотрите, если человек привязывается к работе, то он начинает тянуть со всех, кто живет, кто находится на этой работе, кровь. Поэтому к работе не надо привязываться, надо служить работе. Надо работать там и служить ей, не надо привязываться. И когда человек служит, он всех, все его любят. Но если даже по судьбе в этом случае его выгонят, если он служит работе, значит ему обязательно Бог даст другую работу. Если человек зависит о работе, у него слюни текут, он хочет денег от этой работы, хочет на ней быть, значит его скорее всего выгонят. Потому что это называется привязанность и она уничтожает судьбу человека. Я говорил вчера о том, что можно поменять страну или работу в том случае, вернее не работу, а страну, в том случае, если работы нет, жить не на что. Человек чувствует, что он умирает с голоду, ему жить не на что, он в нищете. И здесь нет никакой кармы восстановить ситуацию. Он должен взять и уехать в другое место в этом случае. Ничего страшного в этом нет. Какая разница, где в нищете жить, там или здесь. Но там экономическая ситуация лучше и там легче будет найти работу. Вот и все. Я об этом говорил. Я не о том говорил, что надо сейчас бросать работу и уматывать из Латвии. Я так не говорил. Но люди, у которых богатое воображение, они всегда всю информацию так воспринимают. Например, я как-то на лекции по питанию сказал, что напиток должен быть подслащенный со специями. И мне тут же задали вопрос. Олег Геннадьевич, ну как же пить напиток одновременно сладкий и острый? Со специей не означает острый, господа. Это слово означает совсем другое. То есть это означает, что там есть фенхель, кардамон, какие-то специи. Понимаете? Там не обязательно будет острый вкус. И люди часто все воспринимают. Одна женщина говорит, вы сказали, что помогает в отношениях отстраняться от мужа. Ну вот я от него уехала, что мне дальше делать? Я написал, приезжать назад. Понимаете, есть люди, которые вот так они мыслят. Ну то есть у них есть два варианта, или резать, или не резать. Понимаете? Ну то есть в жизни все по-другому. Отстраняться — это деятельность в уме на самом деле. Это не деятельность в теле. Но если ты хочешь уехать, скажи, что я тебя не бросаю, но мне надо побыть одной. И уедь там на недельку. Вот. Еще раз про аллергию. Ответ мой такой, что или лечитесь, или охлаждайтесь. Одно из двух. То есть есть человек, может вылечиться с помощью помощи врача, или с помощью своих сил. Если сил своих не хватает, значит, надо искать помощь врача. Сила означает также знание. Можно поучиться на курсах Айрведы, походить, узнать, что такое правильное питание, подобрать себе диету по дождям, попитаться правильно. У вас столько возможностей, у вас здесь постоянно курсы идут. Нет, курсы по Айрведе. Да, у нас сейчас. Вот, семинар. Теория и практика традиционной китайской медицины. Раз. Ну, в ближайшее время вот только по медицине вот такой будет семинар. Ну, мне кажется, постоянно Максим Володин, да, что-то читает по Айрведе. Уж объявлений даже нет. Постоянно, мне кажется, что-то читает. В молитве Иисусовой есть слова. «Помилуй меня, грешного». Что в сердце своем надо вкладывать в эти слова. Очень хорошо меня спросили, но лучше бы вы спросили священника об этом, который молится, эту молитву постоянно произносит, чтобы не было попрошайства для себя у Бога. А это не попрошайство. «Помилуй меня, грешного» означает, дай мне служение, дай мне возможность быть ближе к тебе. «Помилуй меня» означает, понимаете, когда вот человек любит кого-то, а тот его не любит или подальше от него находится. Он на колени встает и говорит «Помилуй меня». Это означает, что человек хочет отношений. Это не значит, что у него три рубля просит там. Ну, представьте, допустим, у вас любимый человек такой стоит, да, и вы на колени перед ним падаете и говорите «Помилуй меня» и катаетесь у него в пыли, любимый человек, который вас не подпускает себе. И он говорит «Ну, чего ты хочешь, мой дорогой человек? Чего ты хочешь от меня?» Вы поднимаетесь и говорите «Кепочку верни, пожалуйста». Это же безумие. Безумие, понимаете? Есть такой анекдот. В блокадном Ленинграде мужчина еврейской внешности как бы звонит в дверь. Старые люди открывают. Он говорит «Вы еврейчика маленького спасли в блокадном Ленинграде, приютили?» Он говорит, они говорят «Да, было такое». Говорит «Вы кепочку мне, пожалуйста, верните?» Такой анекдот. Это анекдот, конечно. Но идея в этом. То же самое про молитву, понимаете? Ведь Бог перед вами. Вы ведь к Богу обращаетесь, понимаете? И Бог, Он сам по себе самый лучший, самый ценный. Все, что Он создал здесь, это все ерунда по сравнению с Ним самим. Ерунда. И что еще у Бога можно просить, кроме Него самого? И Он на самом деле нас очень любит. Это мы Его не понимаем просто. Поэтому мы здесь мучаемся. Он нас любит уже давно и ждет нас. Но Он очень честных отношений хочет, понимаете? Вот эту вот кепочку верните, Его не устраивает. Поэтому у Бога можно просить только одного, Его самого и отношений с Ним. Все. Поэтому, когда ты говоришь, помилуй меня грешного, означает, я хочу с тобой отношений. Все. Я хочу быть ближе к тебе, выполнять твои наставления и служить тебе из жизни в жизнь. Потому что ты большое солнце, а я маленькая искорка. Я хочу быть рядом с тобой. Вот и все. Означает, помилуй меня. И в чем тут какая корысть? У нас должно быть корысть, должна быть корысть. В чем эта корысть заключается? Быть ближе к Богу. Это и есть бескорыстие на самом деле. Потому что, когда человек ближе к Богу, он становится очень ярким, как звезда. И от этого света его начинает идти свет на всех. Вот и все. И он становится, для всех нужным. Поэтому никакой корысти здесь нет, ближе к Богу быть. Поэтому помилуй меня это означает. Но вы к священнику подойдите, он вам гораздо глубже все объяснит. Если человек эту молитву повторяет всю жизнь, он глубокий смысл ее, конечно, поймет. Гораздо глубже, чем я могу это понять. Какая-то работа. Вам хватает 100 долларов, месяц, чтобы жить? Нет. Значит, это какая-то работа, но ее нет. Ну, то есть, это просто подрабатывание, будем так говорить. Ну, то есть, бросать все равно не надо, но надо задумываться, чтобы найти себя получше, как-то искать, пытаться. если Бог не дает другой, значит, работать так, а что делать? А? Работа есть, но она, как бы, ее недостаточно, надо искать. Но понимаете, поиск в сердце должен идти, надо молиться. карма даст, придет, работа будет получше. Ваше отношение к прививкам. Нужно ли ребенку делать прививки? Имеет ли это смысл, по вашему мнению? Вы знаете, недавно в Москве, когда мы еще были, мой сотрудник заболел по всем признакам корью. Это детское заболевание, и у него были прививки от кори. И потом мы ему сделали лекарство, мы всех спасли, у нас порядка 10-15 человек, была эпидемия, 10-15 сотрудников заболели корью. Но большинство из них были привиты. Я тоже почувствовал признаки этой болезни, поставил лечение, все прошло. Но у меня была прививка с детства от кори. Потом я начал с одним знакомым инфекционистом рассказывать, и он говорит, любая инфекция сейчас настолько сильно ее пытаются долбить, что у инфекции, у этих бактерий, вирусов появилась определенная возможность, склонность внутренняя модифицироваться в течение где-то 1-2 лет, все инфекции, которые существуют на земле, меняют свою природу. То есть они становятся другими. Внешние проявления такие же, но бактерии другие. И поэтому эти все прививки, это просто пустая трата времени. Они не помогают. От гриппа тем более. Грипп вообще модифицируется каждый месяц. Но вот те инфекции, которые меньше крутятся как бы среди людей, они модифицируются больше по времени. Но все равно они все модифицируются. Ни одна инфекция не стоит на месте. Поэтому бессмысленны эти прививки абсолютно. Кроме того, они опасны. На моей практике, я знаю, это касается моих близких людей. То есть, одна девушка очень знакомая, у ней ребенок погиб, просто погиб немедленно от того, что она сделала прививку. Вот. И мой дядя родной от прививки стал эпилептиком и умер в глубоком слабоумии. Вот я вам говорю насчет прививок. Мои случаи как бы с моими знакомыми, близкими людьми. Смерти. И много случаев, когда люди, дети от прививок теряют здоровье. Таких много случаев. Поэтому прививки это еще один показатель тупости нашей культуры. Мы не берем природу, а берем тупость свою для того, чтобы решать проблемы. Теперь я вам предлагаю другой метод вместо прививок. Если вы видите, что ваш ребенок постоянно болеет простудой, я вам сейчас свои исследования покажу. Смотрите. Сейчас выращивают декоративные сосны. Японцы научились выращивать сосну в домашних условиях. Сосну, елку. Мне кажется, в вашей культуре такого очень много. У вас есть декоративные растения? Здесь. Мне кажется, в магазинах есть, да? Найдите сосну, елку, хвойные деревья. Поставьте у себя дома хвойные деревья декоративные, и у вас инфекционные заболевания дома пройдут. Я проводил исследование, ставил сосну, прям взял из леса сосну. Она как бы долго не прожила, но пока она стояла, никто не болел вирусными инфекциями. Я начал смотреть, медитировать и увидел, что вот эта энергия хвойных деревьев, она убивает инфекционные заболевания со свистом. Это касается и туберкулеза, и большинство вирусных, и большинство инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, уничтожаются с помощью хвойных деревьев. Просто их присутствие в доме, и все. Вот вам прививка, больше ничего не надо делать. Посадите декоративные хвойные деревья дома, посадите, и у вас никто не будет болеть простудами. Все. Мы планируем в своей клинике в тех кабинетах, где будет прием, сажать хвойные деревья для того, чтобы эпидемии не было. Вот так вот. Да? Вы понимаете, дело в том, что вы бросили курить, но энергию напряжения из тела вы сейчас никак не снимаете. Вы сигаретой ее убирали из головы. У вас там было, ну как бы снималась энергия напряжения искусственным образом. Сейчас там скопилась энергия воздуха, дошавата, энергия воздуха скопилась в глубоком мозге. Чтобы ее убрать, вы должны сделать следующее. Взять топленое сливочное масло и начать мазать все тело по утрам. Когда вы 10 раз это сделаете, то у вас кашель пройдет 10 дней подряд. И потом надо будет через 10 дней опять дней на 5 мазать. Ну так периодически это делать. Это просто организм не нашел способа, как снимать напряжение. Но это делается с помощью духовной жизни на самом деле. человек должен счастье в духовной жизни искать. Но если нет, то хотя бы в лечении для тела. Как вы относитесь к биологически активным добавкам и витаминам комплексам? Вы знаете, мы исследовали порядка 200 БАДов и пришли к выводу, что это в основном сильно действующее лекарство. Все БАДы это не то, что надо жрать, простите меня за выражение. Это реально лекарства, причем очень сильные. Почему их сделали БАДами? Потому что в современной медицинской системе очень бюрократичные методики по внедрению лекарств, как считают бизнесмены современные, поэтому они нашли обходной путь, как вводить лекарства в нашу жизнь. Они их сделали, по-другому назвали, они стали БАДами эти лекарства. Среди этих БАДов есть откровенно просто лекарства, которые вообще никак сильно не действуют на организм, просто пустышки. Какое-то количество процентов 10. А остальные 90% сильнодействующие средства, которые очень сильно влияют на здоровье. Очень сильно. То есть это лекарства те же самые, просто растительного происхождения. Если говорить о витаминных комплексах, это вообще полный бред. Полный бред. Потому что человеку на самом деле внутренней витаминов не хватает, ему не хватает контакта с природой. Весной, когда солнце поднимается и у нас энергии солнца внутренней мало, не хватает, в результате этого внешняя солнечная энергия гасит огонь пищеварения. И у человека появляется усталость, вялость, и он не может ничего с собой сделать. В этом случае надо прорачивать зерна пшеницы и есть. Эти зерна дают прану психическую энергию жизни, то есть солнечную энергию внутрь запускают в организм. И человек таким образом уравновешивает внешнюю энергию, внутреннюю, и у него все нормально становится. Что касается вообще витаминов по жизни, когда не хватает, человек находится в депрессии. Когда человек находится в депрессии, то клеточное пищеварение нарушается, и в результате из пищи витамины не усваиваются. Для того, чтобы они усваивались, надо выйти из депрессии, то есть опять заняться молитвой, жить в радости. Живет в радости, витаминов хватает, потому что радость это солнечная энергия. А для того, чтобы витамины в организм заходили, нужна энергия солнечная, пищеварение. Энергия пищеварения внутреннего должна активизироваться. Когда я ездил в Сан-Франциско, жизнь Бог мне кое-что показал. Я остановился в доме человека, который создает вот эти все витамины. Он физик по специальности и очень талантливый физик. То есть он создает витаминные комплексы в жизни, он этим занимается. Весь больной, как не знаю кто, печень отвалилась уже. Он все эти витамины как бы на себе проверяет, пьет их и очень верит в них. У него там сотни-три, наверное, этих баночек стоит там. Он им поклоняется в шкафу. Весь больной, как не знаю кто. Человек реально очень больной. Почему? Потому что он гробил этими-то витаминами все свое здоровье. Но он в них верит. И думаю, что до гроба будет верить. Потому что это его работа, это его жизнь. Ну ладно, он пусть в них верит. А что нам-то в них верить? Это же реально штука, которая разрушает организм. Это уже очень активные химические вещества, которые мы употребляем. Они рушат наше здоровье. Почему так происходит? Потому что мы Бога не знаем и не понимаем его. Потому что мы не понимаем, что проросшие зерна, что просто обычная петрушка, которую мы садим на окне, обычный укроп, обычный лист салата, в нем естественных витаминов этих во всех. Гораздо больше. Они естественным образом в организме распределяются. Все очень гармонично, правильно и хорошо. И больше человеку ничего не надо. Но так как мы в Бога не верим, мы думаем, надо что-то такое, чего я еще не знаю. Что-то такое вот заманчивое, загадочное и современное, чтобы меня вылечило. Пейте. Козленочками будете. А точнее козлами. Как-как? Ведро яблок, чтобы нужную дозу уединяли. То есть Бог на самом деле, он дурак, настолько тупой, что он только в ведре яблок как бы дал нужную дозу, да? В этом наша иллюзия заключается. Они, понимаете, это нужно для лечения. Это не для повседневной жизни нужно. Эта реклама заставляет нас думать, что это лечебные вещи. Чиванпраш — это сильное лекарство достаточно. И если, когда у человека слабый, то он у слабые силы, и он повышает силы свои чиванпрашем. Но из чего чиванпраш состоит? Не из той же кураги, там, меда и так далее. Тех же лекарств, тех же продуктов, которые можно самим есть по утрам. На самом деле, не надо так много яблок, чтобы железо повысить. Железо вообще яблоками не повышается. Железо в организме повышается с помощью активной жизни. Железо усваивается в организме, когда человек начинает делать зарядку на свежем воздухе. Сразу анемия проходит. Почему анемия? Потому что активности не хватает, подвижности не хватает в жизни. Человек вот так живет. Когда же у меня усвоится железо? Никогда. Это бред. Это химическая теория вообще здоровья. Она полный бред вообще. Люди думают, что они могут контролировать химические процессы в организме. На самом деле, химические процессы в организме находятся под контролем тонкого тела. Это ум регулирует все эти процессы. И если человек не изменит свое настроение, то у него ничего не будет усваиваться. Я видел людей, которые просто пропитаны железом, но у них анемия. Почему? Потому что это железо не всасывается. Для того, чтобы что-то всосалось в организм, нужна энергия для того, чтобы она всосалась. Эта энергия дается из ума. Энергия огня для всасывания нужна. Умственная. Если у человека есть эта умственная энергия, то он из простых продуктов вытягивает этой энергией все необходимые вещества. И во всех обычных продуктах все есть. Все необходимые вещества есть. Глюкозамин, все есть. Понимаете? Но из-за того, что ученые считают, что организм тупой, как баран, и он сам не может ничего всосать, но мы знаем, что ему надо. Они поэтому впихивают в него все, что они считают нужным. И потом они говорят, мы 5 лет назад не знали, что избыточный год дозы глюкозамина сделают там рак прямой кишки, допустим. Ну, неважно. А теперь мы об этом знаем. Но у нас есть другой препарат. Глюкозапирин, допустим. Человек ест от глюкозапирина, у него рак поджелудочной железы через 5 лет. Он говорит, мы не знали, но теперь знаем. Я могу привести примеров много на эту тему. Допустим, в 50-х годах появились гормоны, и ученые сказали, ура, всем гормоны даем. Результат – народ покалечился. Дальше появились антибиотики в 70-х годах. Всем антибиотики даем, ура, народ покалечился. Дальше появились различные БАДы. Народ жрать БАДы начал. Покалечился тоже. Особенно от первых этих герболайфов всех. Много покалеченных людей было. Потому что это были очень сильно действующие лекарства. Причем гормоноподобные. Не просто там какие-то травки. Они набрали гормоноподобные травки. И людей на гормоны сажали фактически. Поэтому эта вся песня, вот эта вот система, сама идея, что мы можем заменить Бога в медицине, она вся ведет только к болезням, а не к здоровью. Однако же, если разумные люди что делают? Начинают выращивать продукты естественные, начинают питаться естественными продуктами, начинают ввести здоровый образ жизни, желать всем счастья. И у него здоровье, бац, и приходит в организм. Я наблюдал. Просто садился на солнце и смотрел на человека, который сидит на солнце. Просто он сидит, желает всем счастья на солнце. Я видел, как в его организм здоровье просто со страшной силой вливается. Уникальный опыт я получил. Я понял, что солнце самое лучшее лекарство вообще. Просто желать всем счастья на солнце находясь. Но мы не знаем культуры находиться на солнце, как нужно находиться на солнце. Мы на солнце приходим, и это солнце, это же личность, которая Сурия, то есть это личность очень возвышенная, и она дает счастье и здоровье всему миру. Мы должны ей поклоняться. Многие люди, поклоняясь солнце, первое, что происходило, они лишались болезни. Их здоровье становилось железным, просто из-за уважения к солнцу. Но мы что делаем с солнцем? Мы показываем ему задницу, чтобы оно пропитало задницу нам. Не смешно? Надо плакать. В результате солнце становится канцерогенным. Энергия солнца, когда мы к ней так относимся, она начинает вредоносно действовать на нас и разрушает нашу жизнь. Хотя энергия солнца — это энергия, созидающая, самая главная оздоровляющая сила. Айурведа говорит, что все виды здоровья исходят так или иначе от энергии солнца. Для того, чтобы быть здоровым, надо к солнцу относиться правильно, культуру отношения с солнцем установить, и сразу здоровье станет в пять раз больше в организме. Но мы из-за того, что мы не верим в этот мир, мы верим в медицину, в науку, в тупую науку современную, которая отходит от Бога, настолько тупая, что отходит от Бога совсем. Потому что наука, айурведа — это тоже наука. Она учит людей, как контактировать с этим миром, как к нему ближе быть. Это тоже наука объясняет. Какие болезни лечатся какими силами природы. Очень легко. Вот так вот лечится. Очень легко. Вот так. Но люди не хотят этому понимать. Они думают, что все гораздо сложнее. Вы ошибаетесь? Раньше люди лечились быстрее, чем сейчас. Сейчас, чем больше наука развивается, тем больше она запутывает людей. Они вообще не знают, как им лечиться. Люди в шоке сейчас. Они не знают, как им лечиться. Раньше у людей все просто было. У них простые механизмы были выздоровления. Простые очень. Они знали, вот это у меня повысилось, вот туда надо пойти. Вот, допустим, энергия воздуха повысилась в теле, я маслом обтираюсь. Энергия огня повысилась в теле, я купаюсь в реке, допустим. Ну, то есть простые какие-то способы, и все сохранялось в гармонии. Но сейчас люди не понимают этого. Они настолько закомплексованы, то есть они не понимают, что лечиться на самом деле очень просто. Мы сейчас клинику доделаем, мы покажем вам. Мы уже сейчас показываем. У нас чудеса лечения. Для обычных людей это чудеса. Допустим, у человека варикоз, венами там ноги испещрены. Мы ставим кору, дерево обычную. Три дня, и вот такой кусок вены пропадает на глазах. Еще три дня, еще такой кусок. Начали лечить катаракту глазу, корой. Глаз очищается, эта катаракта, за месяца два. Человек видеть начинает. Туберкулез практически у всех вылечиваем сейчас. Просто кору ставим, и у человека пропадает туберкулез. У того человека, который мне клинику строит, он мне привез женщину, и хотели его легкое все удалять полностью. У нее диссеминирован туберкулез по всем легким. И перед операцией решили попробовать у меня полечиться. Мы поставили ей кору. Она забыла про операцию. Через три дня у нее температура начала снижаться, начала кушать нормально, бегать, прыгать. Все, сейчас живой человек нормальный. Только уничтожаются эти бактерии, туберкулезы с помощью коры. Все. Понимаете? Таких методов очень много. Не только у меня. Много хороших врачей, которые знают, как лечить. Силами природы человек. Но современная медицина очень тупая. Очень тупая. Почему? Потому что она отказывается от сил природы и с помощью своего глупого интеллекта хочет природу победить. Ну как можно природу победить с помощью интеллекта? Ну скажите мне. В одной клетке, маленькая клеточка, там структуры настолько сложные, что ни один город в этом мире не сравнится по сложности с маленькой клеткой. Там вот эти все устройства, все, что там устроено в этой клетке, это в трехмерном пространстве устроено. И настолько сложно. Там со всех сторон идут химические вещества питательные. Там такие сложные сооружения, что в маленькой клетке. Они гораздо сложнее по инженерным решениям, чем любой большой завод. Понимаете? Там целая жизнь огромная протекает. И как нашими куцами, мозгами мы можем эту жизнь контролировать с помощью какого-то химического вещества одного? Это невозможно. Природа все сама уже создала, как это контролируется. Человек к дереву прислоняется, ему раз легче становится через пять минут. Все. Очень простые методики на самом деле сильного лечения. Деревья лечат колоссально людей. Колоссально просто. Огромные силы лекарства. Вода просто. Солнце простое. Мы не знаем просто, как лечит вода, как лечит солнце. Очень быстро. Очень быстро. Многие болезни. Земля. Мы думаем, что это профилактическое лечение. Это не профилактика. Похудеть надо перестать обжираться на ночь. Раз. Потому что синтез идет веществ вечером. Два. Надо утром есть свеклу. Больше свеклу стараться есть с утра, потому что с утра человек худеет. Утром, когда солнце поднимается, жир топится. И в это время свекла, допустим, связана с солнцем, и она расщепляет жир. Надо утром есть свеклу, а днем, есть 12 часов в последний раз плотно, и днем дальше пить соки какие-то, в основном фруктовые, которые, соки фруктовые, они освобождают от энергии огня человека, охлаждают в основном. И все. Энергии огня будет меньше. Свекла с утра, вечером вообще не есть. И сладкое только утром можно есть. Все. Такая методика, и вы худеете. Сколько хочется. Воды надо пить, сколько хочется. Нет, ваши баяц, не всем нужно много воды. Кому-то нужно мало воды, кому-то много. Всем по-разному. Поправиться. Больше ешьте молочной пищи. Сметанка. И зарядки надо делать. Сметанка, и зарядка, сметанка, и зарядка. И все. Будете поправляться. Все, нам не сказали, надо заканчивать. Я вот, смотрите. Это невозможно дать список. Сегодня Витя вот на это все ответил. Нет, я вообще говорю, Витя на это ответил. А вот на это не успел. Знаете почему? Потому что я не Бог. Сколько ответил, столько ответил. Простите меня. На следующий раз оставим, да? Все, я не смогу больше дальше. Ну, у вас устраивает такой формат беседы? Нормально? Ну, слава Богу. Значит, не зря остался, съездил. Все сели прям. Когда в следующий раз? Можно обращаться, но ничего не получится. У меня нет времени. Вообще нет времени. Никак. Я буду где-то в этом, в Литве буду в ближайшее время. В Литву приезжайте, будет там семинар. По семейным отношениям, по-моему. 10-12 в Вильнюсе, да? Декабря. 10-12 декабря в Вильнюсе. Люди лучше знают. Мне просто говорят туда, дня за два. Я еду. У меня есть человек, который планирует все, как может. Ну, все. Давайте всем желать счастья. Мы сейчас опять попробуем все вместе пробиться свой сегоизм, свой. Метод очень простой. Надо мысленно кланяться людям, которые сидят в этом зале, желать им счастья, почувствовать счастье, которое исходит от их стопы. А также, когда почувствуете это счастье, отдать его святому человеку своими мыслями. Сказать, я тебе отдаю. И покланяться ему в стопы, мысленно опять же. Ну, то есть, можно вспомнить изображение какое-то. Неважно, живой он или нет. Если мы такой практикой начнем заниматься и что-то давать святому человеку, а не брать от него, то тогда эта деятельность в писаниях ведических считается самой чистой и возвышенной на земле. И она освобождает от всех видов страданий. Лучше это делать с помощью молитвы. Но мы сейчас будем вот так делать. И это тоже сильно помогает. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. то я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, чтобы все ваши проблемы были решены. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Я все раздам. Обычно маленькие, по вашему заявку, чтобы раздавать. Спасибо. 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 Спасибо.